сегодня у него тема новая другая актуальны это из наболевшего это наболевшего и собранного потому что столько клиентов приходит с этими темами это предназначение это деньги это продвижение встречать и летки круто золото игорь для инстаграма хорошо вот так чуть-чуть поднимешь круто я тебе желаю чтобы тебе дарили хорошо спасибо спасибо большое круто так давайте вот сюда поставим чтобы было видно и классно это здесь писать можно или или нет да ладно хорошо всем еще раз здравствуйте я не очень приятно что все пришли очень много лиц знакомых потому что я так понимаю кто-то с индивидуалки кто-то с тренинга кто-то с мастер-классов мы с вами уже со всеми виделись сегодня мне кажется самый циничный мастер класс потому что он про деньги и бесплатно да ну я вообще думал на такую аферу никто не придет но мне очень приятно что здесь я этот мастер-класс готовил знаете я его вынашивал в голове да но я его не озвучивал я его озвучивал в индивидуальных сессиях где-то потому что некоторые люди приходят и говорят я такой классный специалист но почему-то меня никто не покупает я такой хороший человек но почему-то ну мне как-то с деньгами проблемы да и это не тот мастер-класс я буду вам говорить что в общем приходит все само будь в потолке там это все есть присутствие но все равно надо пахать да то есть я сам такой человек я очень я очень много работаю и я не знаю как так получилось но в этом мой кайф почему-то я от этого сильно устаю я на этом зарабатываю но это все равно это работа я не скажу что это ну что ничего не надо делать сегодня я вам расскажу что я делал на протяжении пяти лет какие ошибки совершал и делом мы составим с вами такой алгоритм действий которую скорее всего вы уже слышали но это будет немножко с доверчиванием психологии и немножко про про энергии я вам буду вот это надо пахать вот здесь надо принимать вот это здесь принял теперь нужно здесь нужно дышать здесь нужно то есть есть каждые этапы развития человека в его доходности для того чтобы он как это во время рос вы видели специалистов наверное там парикмахеры таких очень много массажистов вот ремесленников да которые поставили цену в девяносто пятом году 500 тенге и короче до сих пор 500 тенге но очередь за полгода записываться надо видели этот человек не может принять деньги в свою жизнь не поднимает свою ценность и поэтому у него такая запись и люди которые даже могут заплатить они не могут попасть очень много специалистов которые движутся в низшем ценовом сегменте и им кажется что зачем так дорого у людей денег нету да это самый большой таракан который есть но но если у тебя нет денег это не значит что у людей нету и особенно люди помогающие профессии коучи психологи есть энергет и кто-то тут уже им кажется что нужно помочь всем и мне то что кажется и мне раньше казалось а как же работать с людьми как же те люди у которых нет возможности к тебе попасть это такая знаете псевдомания величия кроме тебя еще много специалистов которые могут помочь но все ковыряются вот тут все спасают стараются быть доступнее там хотят быть работать с большим количеством людей хотят как-то в общем помочь большему слою населения чем вот он может взять специалист он один да в этом твоя уникальность тебя больше нет то есть ты у тебя 24 часа в сутки и чем больше твоя популярность и выше твой ценник все не нужно быть лучшим нужно быть популярным но твоя популярность должна мы еще потом поговорим должна соответствовать качеству и должна соответствовать цена когда твоя популярность высокая а цена низкая тогда происходит вот такой вот перекос когда у тебя за полгода вперед записи ты не успеваешь никого принять и когда ты умираешь деньги перестают идти от истощения тебе некогда отдохнуть потому что тебе надо всех спасти это самый самая большая ловушка в которую мы все попадаем это те кто переходит в ремесло те кто сидят на зарплате вас многое вот кто заработает на зарплату многое в жизни проблем которые с которыми сталкиваются предприниматели и ремесленники вас вообще не касаются и поэтому так очень страшно выйти из этой системы потому что на тебя обрушится очень много сфер которые тебе незнакомы вот я буду рассказывать как и я выпрыгнул из этой системы и что со мной было мой путь был пять лет до сегодняшнего дня шестой год или седьмого же идет но вообще он такой вот длинный на телевидение попал четыре года назад как выяснилось я недавно делал репост этой передачи и до этого я уже работал по моему года два или три то есть это были такие вот большие периоды но зная алгоритм действие да то что сейчас вам мы будем делать вы придете к этому часу это мы вы придете к этому примерно за год потому что я наблюдаю людей которые ко мне приходят у меня тренер по сайклу по мне незаметно конечно но я короче тренируюсь где-то дней пять в месяц этот велик кручу да там он давай еще там этот и когда мы с ним познакомились он он работал на трех работах и зарабатывал я так понял около там что-то выходило около 200 там сколько-то там тысяч у него там взрослые дети там две семьи да и в общем не хватает очень сильно и он меня тренирует я не могу молча сидеть в бане в сауне именно постоянно я говорю и сейчас он вышел на миллион то есть прошло где-то полгода после того как мы начали с ним этот миллион в казахстане это та сумма когда она знаете как она то ли счастливая то ли проклятая непонятно миллион тенге в казахстане на сегодняшний день я не знаю там кто будет смотреть там через лет двадцать как что такое миллион ну почему с учетом инфляции да а сейчас это крупная сумма мы все понимаем что в казахстане на миллион можно жить хорошо ну в смысле нормально там не так хорошо ну нормально можно жить и для любого кто начинает работать этот это хорошее вознаграждение за твои труды это хорошее и знаете что начинается начинается хватит начинается вот надо сделать это а что-то не хочу ну и так пойдет и когда вы вот это и так пойдет включается тогда начинается знаете что происходит вы теряете деньги клиенты потихоньку уходят потихоньку начинается схлопываться поэтому движение вперед дал должно быть твоим состоянием постоянным ты постоянно должен еще 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 мне многие люди говорят знаете да тебе уже хватит зачем тебе ну смысле вот есть таки оставь пусть идет я не могу у меня есть еще такой страх провинциала есть то вот там аул да там приехал это провинциальный страх такой когда уже денег хватает а ты все равно педали крутишь потому что ты когда приехал у всех были деньги а ты такой на остановке стоишь и думаешь на машин машины проезжают а у тебя зонтика нету да ну это же ну капец вообще и это оставляет след очень такой большой внутри и страх нищеты и страх страх что деньги могут закончиться вот тебе сейчас вперед если остановлюсь все все закончится и поэтому мы верхнем педали еще дальше мы еще нам еще мало еще конечно это трудоголизм от которого нужно будет избавляться сейчас я это этими занимаюсь я уже знаете что самое странное два месяца подряд работы в два раза меньше чем обычно значит что самое удивительное денег стало не меньше вот я думал что если я сейчас работать буду меньше то денег будет меньше денег стало также и для меня это удивительное открытие потому что я сижу и думаю что за прикол 5 лет можно было не работать так сильно секрет и знаешь очень важно создать инерцию да то есть ты вот я же сколько 66 лет смотрите что вы понимали напряжение принимал где-то в среднем 6 человек в сутки ну где-то это где-то от 3 до 10 человек в день да то есть но максимальное количество людей которых я принимал в день это было около не у не около это было 14 человек то психотерапией занимается или психологии вы понимаете это овер до хера ну это прям много прям очень да и я единственное чумок я держал бутылку пива в руке вот так садился когда в час ночи последний уходил открывал так это выпивал там два глотка и просыпался 8 утра в этом же положении от звонка в дверь потому что пришли уже опять это было это было самое наверное интересное время с одной стороны очень тяжелое было я хотел бы я это повторить наверное вряд ли но все кто в начале пути до короче закусите у дела снимайте копыту с двери прибивайте и все на копыта фигачки это через лет пять остановитесь честно не работайте рывками рыбки так же как изучение в англии иностранных языков не дает никакого результата два месяца получился полгода не учишься то есть то же самое выберите свой темп который ты можешь выдержать потихоньку один человек день пусть будет один человек день но год пять человек пять человек да но у меня никогда как я сегодня выяснил на сегодняшний день у меня бешеная работоспособность я не понимал почему люди не могут ну вот рядом со мной выгорали быстро один человек там я хочу как ты ну давай вставай рядом через год нету поворачиваться почему-то остановился но то есть я искренне понимал почему люди останавливаются они выгорали просто и потом там сейчас же вот эти натальные там карты там что-то делать же у меня оказалось работоспособность там сколько-то там единиц непонятно там чего не сильно я понимаю но мне сказали у тебя в три раза больше чем у ну вот у простого человека но в любом случае выбирайте ритм тот который тебе комфортен любое ремесло сегодня я не могу сказать как можно стать долларами или миллионером сегодня вы от меня это не услышите я не знаю но я что-то сомневаюсь и но как вырваться вот из этих кругов вот из крысиных бегов вот этих да как по роберту киосаки то они там играли из крысиных бегов бегов чтобы вырваться нужно напряжение каждый раз когда ты вырываешься за рамки свои своего своих возможностей чуть-чуть напряжение на грани вот fall до то есть вот уже вот вдохнуй прорывается тебе легко прорывается легко шарики понки надували сначала он кажется в тебя дует а потом и туда то же самое с деньгами ты прорывайся прорываясь все прорывайся тебе тяжело-тяжело поэтому только легко следующий таб так легко опять она и каждый последующий раз он легче самое сложное знаете не заработать самое сложное принять деньги и самое сложное потратить это ужасно звучит тратить намного сложнее чем зарабатывать сейчас мы поговорим я я вас научу как правильно тратить это поймешь что это тяжело с чего я начинал тогда не было еще фейсбука когда почему-то не было фейсбука фейсбук наверное был меня в нем не было может скорее всего так первый раз я услышал о соцсетях вообще в целом я там баловался в одноклассниках ковырял чуть-чуть фейсбук я включил там было много вкладок думаю господи нафиг мне это надо и свернул и попал я на лидер шип шипмендей короче в этот в кимэп в алмате это такая туса для студентов куда приходят звезды бизнеса там какие-то там этот и они свой опыт передают студентам и там был алишер и ликбаев и он там он вообще гениальный человек честно я за ним уже наблюдаю который раз я вообще поверить не могу что на сторисах столько можно зарабатывать честно это самый наверное дорогостоящий сегодня медийный человек в соцсетях который столько денег зарабатывает и для меня эти цифры немножко мозг не носят потому что когда он сказал что он зарабатывает он не тогда сказал он сейчас говорил вот на последнем то был нас последний 30 миллионов на сторисах в месяц это ну сумма которая мне в голову пока не влазит и когда он сказал что соцсети фейсбук там что-то этот я думал фейсбук и он там самые деньги фейсбуке там платежеспособная аудитория он обозвал этих одноклассников старпёрами там mail.ru тогда помните было этот mail.ru он сказал что там вообще непонятно кто сидит да да я тоже там есть я думал вот козел я до сих пор там и и он говорит соцсети и если человек сидит на вот наш лидершип миндейн да сидит и вещает на аудиторию в 500 человек ну надо понимать что лучше к ним прислушаться ну это был мой второй год без работы когда я попал туда вообще выходил на все тусы которые были вот кто говорит там мучается предназначением я не знаю чем заниматься я не знаю кто я там где я да это как помните тот анекдот а это где этот могу ли я могло ли я говно ли я помните вот когда вот эти мудовые страдания начинаются там не говно ли я или там что-то этот ходите везде вот все мероприятия которые есть городе астана или там в Алма-Ате если тебе интересно бесплатные платные которые тебе доступны до которых то может дотянуться все посещайте и вот я попал к нему он сказал про соцсети и я пришел домой и думаю мне все равно не охрен делать у меня 24 часа в сутки свободного времени я полтора года на тот момент сидел дома и смотрел по три сериала в день то не смотрел 15 серий это вот 45 серий сутки я смотрел теперь представьте уровень депрессии в которой находился да то есть а это случилось потому что меня уволили меня уволили с работы у меня был золотой парашют в виде полутора миллионов и я лег я понял что мой лучший это знаете не надо больше зарабатывать надо сохранить то что есть да и такой и главное не шевелиться чтоб калории не тратить и много не кушать это было уже полтора года прошло деньги уже стали заканчиваться и я вот попал на лидершип не дай и он вот фейсбук я достал старую страницу фейсбуке начал ковырять и он считаю его думаю надо смотреть что делают люди залез к нему на страницу он что-то там пишет я вообще не понимал что он там пишет если честно я вообще не думал что много людей которые читают так мне до сих пор удивительно столько видео контента мне допустим проще да я включил видео и слушаю мне непонятно было до последнего времени почему люди читают они не слушают видео это я потом понял что есть люди которые очень быстро читают им проще прочитать чем слушать эту фигню я понял это на этих на сообщениях ватсап аудио терпеть не могу честно будете писать лучше пишите пошла ты открыл прочитал и забыл да тебе начитали на полчаса я коротко полчаса и там же не видно да куда ты прослушал да куда прокрутить короче да потом и вот оказывается нужно писать это очень много мы читаем и я не обделен талантом писать я понял что он журналист я не могу соревноваться с журналистами я никогда не стану алишером ликбаевом да ну и у меня нету такой цели задачи я понял что надо быть но что-то надо ковырять там я взял контакт на контакте тогда убил честно говоря я полтора года убил и у меня было 300 человек подписчиков за полтора года до единственно нашел в контакте я нашел очень много знаете там групп рассвет душа а там там солнце там луна здесь короче вот вот это есть вот такие духовные группы которые да там этот там не в деньгах счастье там главная семья ну вот вот такие и там очень много высказываний ошади пока там еще кого-то да там волша вообще духовные люди не самые злые мы потом еще как-то сноску сделаю но люди которые типа я духовный это как вид вегетарианец на третий день нельзя животных есть там и я брал с этих групп вот этих духовных красивые фразы подбирал под них картинку и это фейсбук кто был в то время на меня подписан это были ужасные дни для вас наверное потому что если у вас было меньше чем 150 человек в друзьях кроме меня в ленте никого не было я очень трудоспособный я делал 20 постов утром до 11 и 20 постов вечером сказать сколько лет 40 постов в день я делал на протяжении года я взял себе это как работу я не знал что это потом будет моей ключевой компетенции в том плане что я научился ставить себе цели таким образом я не знал как стать популярным в фейсбуке но я понял что нужно писать и я писать не могу я мог воровать только копипаст да и фигачил но если я подписывал что это уж это не я сказал нет но когда там вот и я вставил я бы не казал я вообще удивился что у меня стали прибывать подписчики у меня и как-то там оказалась данная арманбаева в фейсбуке я не знал что она такая там типа там навороченная на я потом понял когда с ней стрелился что я нахожусь где-то вон там она где-то там да я вообще не но когда я понял кто она такая я думаю как она еще со мной разговаривает ну почему она со мной говорит и она попала туда и я в общем писал эти делал посты делал посты и я же ходил на все мастер-классы и я на нее подписался мы с ней как-то подружились в фейсбуке и ее посты у меня выходили я понял что она кого-то там отчитала здесь что-то ей понравилось здесь не понравилось жутко еду как это ну как строгая женщина какая-то такая этот и она написала пост что я короче книга номер два что ли вторую книгу она написала про менеджмент или там вот этот и мастер-класс короче она собирает я приехал на мастер-класс и тогда я уже интересовался тренингами я понимаю что надо садиться на первый ряд вообще всегда садитесь на первый ряд и не там и когда особенно в театре не говорите там ага сзади также видно как спереди ну короче так не видно каждый следующий ряд теряет 20 процентов информации от ну чем дальше ты от лектора тем ты в общем в театре это очень чутко сильно заметно поэтому платите лучше дороже и я пришел сел прямо вот так напротив и она такая выходит игорь здравствуйте она вот сегодня книга там там чудо я вам очень сильно благодарна как вы не благодарны это вообще спасибо что вывести к этому как вы меня знаете вот этот человек вот встаньте короче я не привык тогда к такому вниманию да я вообще у меня страх публичных выступлений сильный страх я такой вот вот молодой человек он очень мне помог в написании моей книги я думаю ядрич колоти чушь это чушь это чушь это такого сделал и она он пишет посты и ставит красивые картинки и когда у меня нет вдохновения захоть захожу на его страницу и читая его посты я тут я-то думал кто 40 штук их читал в день и она коса при них когда делала дизайн она вкрутила этот если кто и книгу читал там вот эти вот мультяшные картинки это на художнику дала мою страницу вот так нарисуй и мне было очень приятно что вообще ну вот оказывается это кому-то помогло до сегодня я понимаю что через нее ко мне прикоснулись очень много людей ну это неизвестно конечно но в общем при прикоснулись я в чем-то там поучаствовал это первый раз было когда я почувствовал силу социальных сетей это самые крутые это самое наверное я честно это наверно после интернета второе изобретение такое крутое да вообще липу вот потому что я не понимал людей которые не могли себе накрутить в инстаграме да и помните тогда еще инстатула не было когда он появился и надо было подписаться а потом отписаться да и подписывался ты в один клик отписывался в 3 то не занимался это фигня нет не занимались так вот я за три месяца накрутил себе пятнадцать тысяч подписчиков пальцем на каждого человека по четыре клика минимум и еще и это пятнадцать тысяч человек это это пять процентов кто у тебя остался понимаете то есть у меня в телефоне дырка была в одном в одних и тех же местах потому что кнопки не переставлялись и у меня было ощущение что я каждому человеку могу постучаться домой это же как с листовкой здравствуйте мы там с иеговым не могли бы нам дверь открыть эти нахер да то есть 20 раз тебя нахер посылают трое тебя приняли и в принципе ну такая и идет не бойтесь стучаться стучитесь сегодня это может делать технически тогда так не было и когда и людям показал что 15 тысячи пальцем на тыкала не ты вообще боль больной или чё сегодня я уже этим не занимаюсь я устал я устал потом появилась программа инстатул я узнал что такое гиф и потихоньку потихоньку это то есть упорство уже тогда вот какой-то проявлялась да и вот с этим фейсбуком я делаю посты я лежу на диване там по 45 серий уже я не ну это не смотрю уже три сериала в день уже смотрел где-то один может быть один в два дня уже смотрел потому что было некогда я понял что это интереснее чем кино я пишу и и парашют заканчивается золотой вот этот он выедается там уже дырки в нем и и знаете когда я понял что капец уже все когда сказали сдайте деньги на шесть тысяч на шторы в школе я думаю куда им эти такие деньжищи чё они с ними будут делать у меня прям такое вот было возмущение что вну государственная школа с нас тут за шторы дерут как и я думаю блин капец и это вообще гонишь да это же но немного по сути то это немного что ты там это я я недавно вот дни рождения когда было пост писал про этот жена тогда заходит и я вот лежу у нас квартира была 33 квадрата это когда ты в туалете сидишь и можешь на кухне хлеб взять и и и она такая без ремонта вся пошарпана мне очень стыдно было туда приглашать друзей я ее для себя нафотографировал и сделал такой обзор на крутой фотоаппарат очень качественный чтобы пылинки было прям видно эту грязь на всякий случай чтобы когда я забуду как было чтобы туда заглянуть и она пришла с дочкой старший села на кровати знаешь этот я уча надо еще такой это же депрессии раздражены и она говорит мы тебя очень сильно люблю и ничего тебе надо вместе сдохнем и вот эта фраза вместе сдохнем это было знаете таким каким-то пинком под зад вообще много пинков было вот жопа уже болела все синее было пошли как все пинали я довел всех да вот просто какого-то безумия потому что даже когда у моя дочка играла с дочкой мои моего друга в магазин и так сказал давай деньги так это откуда у меня деньги у мой папа какие-то тренинги там читает я понял что все дно но вот уже все и вот это вот вместе сдохнем это оказалось таким днищем которое я понял что если я сейчас не встану мы реально ну все сдохнем все втроем тогда я я сделал все чтобы не получилось вот запоминайте да когда ты становишься на свою дорогу на двери перед тобой открываются сами я сделал все чтобы не получился мастер-класс это был четверг час ночи это уже была пятница смысле уже на час ночи я назначаю мастер-класс на пятницу в час ночи создал ивент натыкал всех туда друзей там всех тысяч триста сколько там можно было пригласил и написал эмоциональная свобода что будет не знаю сколько стоит сами решайте я так такую хитрую вещь был брал кто вот первый раз цену себе назначает прям даю на вооружение это только ты сам определяешь что ценность которую ты получил ты можешь в эту коробочку положить я можешь оттуда взять если я потом на дорогу потому что ты потратил свое время вот так я сделал и это был тоже удивительный день я написал закрываю ноутбук ложусь спать у меня спина болела до сих пор помню почки ломила вот эти ломит почки болит спина это жуткий страх я переходил его несколько раз каждый раз когда в жизни у тебя отваливается спина и болят почки вот как будто их выжимаю там сзади у тебя не пилонефрит это страх это жуткий страх совершить действие я закрыл ноутбук дрожи дрожащей рукой я специально подольше спал потом чтобы не открывать чтобы там типа о какому-то нахер нужен там никто никому никого не я открываю ноутбук в 11 часов утра офис в 11 часов утра я начал судорожно искать офис я дозвонился до одной женщины она этот это хиллера антета хилинг там вот кто занимался кто стоит она та хилингом занимается это зинаида сим и она такая я не знаю только может из-за того что я кореец она так помогла или чё она у меня есть офис возьми там на три часа вот там 7 часов вечера этот я вы сколько будет стоить тебе бесплатно вообще что за фигня я буду хорошо я гускинте адрес я там ни разу не был она мне скидывает адрес я пишу в комментарии вот адрес там в этот приходите сам боюсь идти теперь сам боюсь идти думаю что же я буду там рассказывать мне когда говорят что а я помню цену там было дешевле вообще когда было дешевле это был чудовищный эксперимент над людьми честно я не знал что будет я не знал что я буду рассказывать я вышел как чистый лист бумаги и на меня вот сидели там 15 человек смотрела 15 человек пришло представляете хлопала глазами я думаю господи чуть делать чё же вам рассказывать и я что-то там начал показывать в общем людям понравилось они стали платить и когда я заглянул в баночку там лежало 100 долларов кто-то оставил 100 долларов я думаю это что вообще такое а это оставила женщина мы до сих пор с ним в фейсбуке дружим этот она год я не знаю чем ты меня зацепил посты у тебя честно тупые вообще я вообще не поняла чё я приехала но ты вообще крутой и вот 100 долларов короче она оставила она еще позвонила мне два дня и там что-то там вот это объясняла и она сказала приедешь в астану я тебе помогу она такая очень влиятельная как бы женщина тогда в астане тогда было я думаю блин она поможет надо ехать а я делал только мастер-класс и у меня вот так запало в голову что нужно сделать тренинг в астане не в алматы где я живу а почему-то в астане и я я делаю то же самое что и с мастер-классом я делаю все чтобы не получилось я нашел офис по телефону в астане снял его в этом в инфинити жк там этот потом перечислил деньги выгреб все деньги короче которые были там я не знаю там много-немного но короче это было все 5000 осталось жене с детьми там на неделю а я короче все деньги забрал и поехал покорять астану я создал ивент опять в фейсбуке всех туда натыкал помните я не знаю в этот есть притча кто вот изучал богословие там когда-то там или этот я в церкви входил два года в субботу-воскресенье все пас выслушал там этот в школе еще и там была такая причина короче когда идешь в церковь просить у бога дождя возьми с собой зонтик и я думаю я зашел в керуен сколько человек будет вообще не знал что должно быть подтверждение взять надо взять предоплату или там ну вот я еще не орган никогда не организовывал такие мероприятия не сталкивался я зашел в керуен чая набрал на двадцать человек тогда не знаю 10-15 потратил вот такие четыре пакета шел в этот из керуена в офис прихожу туда там стоит одна девочка нету никого эта девочка которая приходила ко мне в алматы и где я пришла просто подержать ты мне сильно помог я пришла подержать все я вот тут этот я думаю на нее смотрю думаю за 20 человек мы чай точно вдвоем не выпьем чужие с этой фигней все делать теперь мы зашли в офис яку ты знаешь я за два дня уже заплатил да просто за чай попьем я вам клянусь мы поставили столы на 20 человек и накрыли кофе-брейк на 20 человек я думаю тупить так до конца ночь и по удивительной казахской традиции в 12 часов пришло еще шестеро или пятеро короче первые три шесть человек был и теперь они сидят и опять я не знаю что говорить и два дня я как уж на сковородке очень вертелся очень странным образом всем понравилось они стали звать на индивидуальные сессии друзей детей приводить там уже и вот то есть и она вот пошло и в тот момент я понял что это вы же понимаете что цена очень была низкая это да и надо было восстание жить надо было что-то кушать надо было сайт что-то дома и чтобы уехать да это было ну такое это тоже одно из таких безумий и знаете часто совершаете такие осознанные безумия осознанные дурные поступки не нужно все считать я себе дал слово что один раз в месяц один раз в месяц я приезжаю в астану с тренингом в течение года независимо от того будет он оккупаться или нет даже если он будет минус я буду приезжать один раз в месяц это как в том анекдоте помните милые у меня там в 7 часов вечера секс а у меня в 7 часов вечера футбол у меня секс вот у меня был тренинг один раз в месяц и не плевать было придет 10 человек или один я проводил тренинг для одного человека два дня в одного я найти для десятерых показывать проще для одного человека два дня его выдержите чтобы он тебя слушал это но это напряжение очень большое я ты но я с упорством идиота так ездил два года в астану два года это я потом вы знаете да что вы очень сильно отличаетесь от тех людей которые живут в алмате или если алматинские нет в алмате когда им тренинг не понравился они говорят ну классно и уходят они в край ну они не будут рекомендовать но они те в глазанка в астане это говно короче это в чем-то херню несешь тут это такой и оказывается в те года очень тренер очень сильно боялись вот этой реакции от аудитории они вот при приезжали им их втыкали и они уезжали больше в астану не поеду я нет нет не поеду потому что а мне так не говорили ни разу я не знаю внук мне проще когда мне говорят в лоб да там вот это неправда ни одна женщина там я про деньги что-то там и втирал она год это вообще несешь почему это потому что у меня вот так я вот вот так делаю я вот с этого момента 2 я отойду и тебя послушаю я сел и она рассказывала из нее я взял очень много чем она будет там посидела покивал и про себя подумала дебил короче ну и ушла я очень много от нее взял и поэтому такая форма общения не больше интересно чем когда ну вот вот сглаживание углов вот это непонятное в чем кенте еще хуже с этим в чем кенте вообще тебе кажется что ты король а тебя уже ну мне нравится да да нет нет то есть оно такое я немножко эксурс по по регионам казахстана дам потому что не у всех возможность может быть ездить есть да но я могу ошибаться да я ну но вот север юг запад восток от это вообще как будто разные народы вот честно я иногда езжу думаю в казахстане потому что очень сильно отличается да то что здесь не приемлемо тут легко здесь это ну то есть такой отличие еще мы до американцев дойдем там тоже интересная штука то есть ему и россия там будет допустим русские отличаются очень сильно от нас вот один раз год и делать тренинг один раз вместе делать тренинг в течение двух лет и и когда на паснот на крайний тренинг пришло два человека опять я по представлял это да и понимаете два человека тогда не отбивалась аренда помещения даже да то есть я еще доплачивал чтобы ну и я им они спасибо спасибо ушли я еще за аренду доплатил и ушел то есть это было вот так это было настолько это было настолько сказать это как-то было обидно если честно когда ты этот я уже думаю два года я на это потратил думаю зачем уже хватит и и на индивидуальную сессию ко мне пришла девочка она смеялась 50 минут на сессии она стала вдох выдох эмоциональные блоки выходят слезами соплями тошнотой рвоты головной болью там от и смехом и вот она смелость 50 минут я на нее смотрел думаю какой интересный она смеялась смелость смелость потом поднимает голову давайте я вас буду организовывать смотрю думал вообще организатор тренинга мне казалось солидный там дядя должен быть или солидная тетя стану с большим опытом работы с людьми и она должна организовывать потому что вначале я искал кто будет меня организовывать почему я два года сам делал потому что я уже все уже думаю никто меня я никому не нужен потому что я был всегда вне формата какого-то мне говорит ты такую херню делаешь на киеве не приходи как мы людям будет будем это продавать и поэтому серьезно я к ней не отнесся если честно но я же знаю там типа поток там нельзя отказывать всегда говори да там помните кино да я говорю давай организовывай и мы назначили с ней даты она не знала что я приезжал всегда на неделю я приехал в пятницу провел тренинг она собрала 19 человек для меня было это очень удивительно я на нее смотрел и вот знаете есть такая здравствуйте с чем пришли фраза да и там я не знаю мне айнура сказала 19 человек так сказали я не знаю мне ну рассказала круто-круто классно-классно с такими продажами я столкнулся в первый раз и она же не знала что я делаю ну не сильно это знала да она и мы делали этот тренинг знаете где в дипломате там зал астана зал там что-то там алмата зал еще какой-то и мы зал москва мы в москве делали и раз в полчаса забегали официант или администратор и вот так смотрели это у вас добровольно потому что там были крики все орали плакали что там происходило год они нас выдержали потом они нас оттуда выгнали и я понял знаете что что когда я начал ездить в астану и делать тренинг в астане у меня стал организовываться тренинг в алмате но когда я сидел в алмате тренинга в алмате не организовывалось я понял что надо летать я с упорством идиота еще в течение четырех лет весь казахстан кто за мной давно следит я четыре города в месяц облетал то есть с тренингом я не пропустил ни одной субботы воскресенья в течение четырех лет и ни одного дня не отдыхал вот то есть я стал отдыхать вот только вот недавно поэтому и вот это знаете наводит харизму там алмата астана усть каменогорс там отрау актау уральс когда ты летаешь то и еще очень приносит когда ты начинаешь выезжать за границу и я не знал куда ехать потому что меня никто не звал и у меня мы до сих пор дружим кстати вообще с фейсбуком очень много связано у вас также у кого так не связано вы не пользуетесь честно но вы вы прям дружите там комментируйте что-то там этот и вообще фейсбук да как один из инструментов привлечения клиента и знаете что делаю я заходил в самый говняный пост там про власть про отношения какие-то там чужие отношения и находил самый говняный комментарий где все говно все козлы как жить в этой стране я писал там у вас неврастение и да да что вы говорите-ка короче полчаса вот этого переписки через час она у меня стояла в кабинете на сеансе за деньги и так из фейсбука выдернул вот так людей то есть а а мы все неадекватные мы все неадекватны когда за это по морде не бьет мы все неадекватны когда толпа когда мера ответственности занижается мы все свиньи но извиняюсь конечно кого кому режет но это так да то есть все мы очень хорошие но когда болельщики спартака идут лучше прячься поэтому там вот такой сброс идет и всех и неврастейников и агрессивных мамаш я вытягивал на себя я в день вытягивал от трех до пяти человек на сеансы из фейсбука представьте сколько я писал там я так научился троллить что этот но незаметно вот я не знал куда поехать и у меня вы я же прям в это это прям алгоритм что нужно делать а да все будет я знаете я думаю и я подружился там с одной девочкой это зимфира тартарова она сейчас ордак тревел вот у нее там что-то они куда-то летают туристическая компания я слушаю мне надо что-то сделать она ко мне тоже я говорю надо куда-то лететь она так поехали на гуа его поехали я пишу пост там типа на гуа и по моему потом сидим после тренинга сидит напротив парень этот тоже мы тренинг закончили только я гуна гуа я короче поехал я с тобой дурак совсем нет как ты со мной сейчас с тобой еду на гуа короче я везу одного человека да и теперь вот это вот зимфира она поехала со мной мы втроем летим одного человека ведем мы заходим самолет я встречаю одноклассницы на к принятый привет она ягод так так куда на ткаймы отдыхать ногу а ты куда я вот тренинг там этот ну а кому я вот ему нет он заплатил вот как за тренинг из из-за билеты да и мы его в общем везем мне единицы билеты чуть дешевле вышли чем и мутну и она такая меня слушает слушает и потом она предприниматель она очень быстро считает очень умная девочка она такая на него смотрит сколько вы он вы ему заплатили то есть ну она же понимает двух чинов втроем улетим он платил только он один знаете что самое интересное казахов можно найти везде даже на гуа я написал фейсбуке там сделал сэлфи там выложил фейсбук и мне пишут вы на гуа я куда вы где сидите вот кафе такое-то сейчас придем на тренинг пришло еще два человека мне тренинг был три человека на гуа и это харизмы такой определенный добавила очень сильно но если это была моя первая страна куда я попал знаете где был где было лето когда у нас зима я не мог ходить три дня у меня отнялись ноги просто у меня болели почки отнялись ноги потому что это была неизвестная страна это я вообще не понял как там лето блять если честно ну я реально не понимал я читал я понимаю что земля крутится там что-то это искренне не понимал что за херня происходит это был новый год ну где-то там я думаю что за фигня вообще когда я осознал я принял все хорошо бывает лето спину чуть-чуть отпустила я начал ходить провели тренинг мне стало еще легче потом мы сходили к нашу куру вот чтобы вы поняли да зарабатывать можно на тихонь на чем угодно этот чувак сидит в джунглях курит а нашу мы шли туда 30 минут под джунглям солнце садится очень быстро я когда шел я гуканы давай быстрее потому что ну по моему скоро солнце сядет пока мы шли уже темнело я вспомнил всю флору и фауну из из книжки маугли и это было очень страшно и я тогда понял что даже какой-то баба сидит непонятно где да и к нему со всего мира ездит ездит чтобы покурить с ним а нашу все что он там говорит love is там что-то тык 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 понимаете хоть на чем можно сделать деньги поэтому ну в общем даже этот и это добавило какого-то я приехал потом в казахстан и стало людей больше стало людей больше я делаю инстаграме делаю фейсбук и я начал делать тогда ютуб я вообще не понимал что это такое но я снял несколько обзоров каких попало вообще знаете все кто хотят выставить фотографии в инстаграм вообще меня это очень сильно удивляет да мне пишут там этот здравствуйте игорь вы меня помните номер телефона не определен а вот арки нету конечно у тебя последние цифры на телефоне 33 как я тебя должен я за скидь фотографию сейчас найду хорошую два часа два часа мне тебя надо все равно вспомнить только мне выслать судьиную фотографию с майкапом я не помню ты другая была и поэтому делайте так как есть да не делайте гениальную там фотографии не делайте гениальное видео просто снимите то что есть нет не оттачивайте речь говорите так как есть даже если вы заикаетесь просто говорите снимайте и сливайте в youtube мне говорят у меня нет youtube канала да если у тебя есть телефон у тебя есть youtube канал вы просто не знаете когда вы android настраиваете у вас открывается автоматически youtube канал у вас у всех есть youtube канал ведите видеоблог я снимал че попало там в мы выдавали тростник я пью тростник я там тоди короче вот лягушка тут этот и в общем все снимал это можно найти в ю тубе я все туда заливала и летал по казахстану снимал обзоры там вот городов для тех кто для тех кто давно не был дома там уральск раз площадь снял и туда сливал не писали там спасибо там давно не было и в youtube но youtube у меня с места с мертвого не сдвигался вообще то есть youtube это самая желчная среда которая может быть социальных сетях хейтеров больше но вот самое большое количество это в ю тубе вот вот да я значит я очень тщательно выковыриваю эти из лексикона своего и вообще из головы терминологию может показаться когда вы слушаете что я не владею там терминологи какой-то профессионально я владею просто непонятно вам будет ну многим не не вам конкретно но многим будет непонятно я иногда матерюсь да часто постоянно а вот знаете как это не га зачем вы материтесь но я так часто слышу кому режет слух мат вы просто обратите внимание у вас очень строгая мама скорее всего да и поэтому так нельзя и эти люди не матерятся но мат сокращает информацию вот до до получаса да вот полчаса вот в одно слово вот так чем чем объяснять там да да это этап жизни в котором ты сейчас находишься потом это окажется все в ютубе пересмотрите пересмотрите вас еще что-то зацепит через полгода или через год поэтому вот и развивайте youtube youtube инстаграм сегодня уже все знают что делать там как там фотографии там еще это там но не не часто я слышу у тебя колхозный инстаграм честно я знаю он у меня бардачный да он я вот так я иду селфи сделал и выложил вот клянусь вот там ну никакой ретуши я не использую ничего потому что я знаю что очень многие люди используют ретушь да ты потом не узнаешь его на улице честно вы их не узнаете потом я некоторых знаю таких которые этот потом ну ты смотришь даже бля господи что с тобой как ты так измелился так быстро поэтому оставляйте так как есть и самое очень важное да очень важно оставаться честными в социальных сетях честно вот там или баев пишет видели да этот пост щедро проплачен если тебя коробит не читай да я я честно говорю у меня вот когда есть ситуация в моей жизни когда рассказывать или не рассказывать я думаю блять все узнают я публикую сразу я сразу публикую я сажусь и у меня вот такой пост когда у меня вскрыли машину и я очень сильно расстроился написал вот такой пост он набрал там 250 репостов только было в фейсбуке я понял что ну вот такие вещи они как-то цепляют людей люди почему-то чувствуют твою боль и она ну репостится когда мне дал на тренинге по морде один парень да я думал писать про это или не писать потом думаю блять это же гениальный опыт я написал пост это был очень неприятный такой случай когда этот парень в общем у него жена в хиджабе была да и у нее болела спина и он говорит ну типа сделать спину он говорит трогать нельзя только ее ее глазами вправлять или ну или как он говорит я бы найдите женщину какие проблемы найдите женщину идите он говорит ничего я буду рядом ничего страшного короче и поправил спину не спина прошла на следующий день он на второй день тренинга пришел мне дал сразу порыл типа какого хрена ты ее трогал там ты что-то там этот ну по моей религии нельзя и набил ну в общем этот я вообще не ожидал да и он ударил что-то я там начал ему потом отпрыгнул и ну я думаю бежать бить его дальше тренингу все пиздец его не будет тренинга и я сижу говорю этот бери свою жену идите домой потому что у меня еще пять человек сидит которым тренинг нужен короче они ушли она еще значит такую фигню включила женщины я останусь иди сам домой я говорю знаешь что дорогая иди домой все кино закончилось вот такая щека у меня всего трясет тренинг завершили в общем люди расстроены я говорю я вам разрешаю в общем на наполнение придите бесплатно в следующий раз в общем этот но они не пришли они думают нахер надо там такое происходит вот и я написал про это пост вот пришел такой человек вот так было вот тоже было 200 с лишним репостов и и очень было много отзывов там про про это вот я понял что нужно писать я вот пост написал потом второй написал и я знаете что понимаю что когда не больно тогда нету репостов когда больно тогда репосты короче было неискренне видать я думаю короче буду оша копировать вставлять дальше вот и на этом как бы вот и эти все этапы тренинги и вот в эти все периоды тренинг вытачивался да то есть каждая группа я смотрел вот вот сначала вот это теперь вот это это зашло не зашло и выстроилась структура на сегодняшний день и и сейчас я уже понимаю даже по времени у меня есть даже тайминг свой в голове я знаю когда тренинг закончится вот сидит 20 человек и где закончим там 6 и ровно 6 я заканчиваю поэтому с опытом все приходит не надо писать программу гениального тренинга не надо учиться потому что знаете есть очень много людей которые профессионально развиваются как это горизонтально да там 10 дипломов 200 сертификатов и когда же я начну работать это страх начать действовать и поэтому я учусь я сам в этом положении было у меня четыре образования два высших и два магистрские да вот так на 4 жизни поэтому начинайте это как у соломоновой помню вот себе потом запишите соломонова это в инстаграме поэтесса современная из питера на и если есть душе талант он должен быть монетизирован это она про мудаков писала я привлекаю мудаков вот если есть душе талант он должен должен быть монетизирован это она там изобрету мудакомер хотел продавать вот но она с поэтессой не профессия это прямо на зарабатывать а монетизировать если есть душе талант он должен быть монетизирован вот еще этап был потом знаете когда тебя начинают подпинывать вот когда начинают деньги приходить ты отрываешься от какой-то реальности а тебе кажется что у тебя уже есть деньги но ты живешь так же знаете там зарабатывал ты там сто тысяч деньги а уже зарабатываешь миллион а привычки та же ты как в столовую уходил так и ходишь да 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 зубной пасты кстати этот начните потому что есть сейчас реклама будет сплата зубная паста самая крутая вообще но она реально дороже чем те которые этот но она прям хороша это тоже будет такой челлендж потому что очень многие на этом экономят купите тупо самую дорогую из плата и кайфаните и вот вот такие вещи да и вы знаете очень часто когда у тебя нет денег ты платишь дороже чем когда они у тебя есть замечали я в керуене ел два года киевси мне казалось что там дешево там выходило в среднем от того как я ем где-то около трех тысяч там что-то такое чек ножки там крылышки там всякие этот и два года я ел и смотрел вот так на дариджане в керуене и думаю когда-нибудь я смогу себе это позволить дариджане и каково было мое удивление через два года прихожу в дариджане уже с четким уверен уверенностью что я себе могу это позволить сел в дариджане и там таки бизнес сет там какой-то ланч бизнес ланч 2 750 что ли я смотрел на чек с таким разочарованием думаю я мог два года здесь обедать что вообще за херня очень часто мы не можем себе позволить в голове но уже деньги у нас есть это очень ужасное состояние из этого очень важно выходить если ты из этого состояния вовремя не выпрыгиваешь у тебя прибыли больше не будет у тебя будет столько сколько у тебя сейчас ты упрёшься свой потолок и дальше то не выпрыгнешь никогда поэтому привычки свои очень важно потом в какой-то момент менять перекосы должны быть в еде один раз в квартал один раз в квартал позволяйте себе место покушать где ты не можешь себе позволить там если ты обедаешь там за тысячу пообедай иди за 15 за 20 тысяч за 30 и умри там там же диарея начнется честно через полчаса ты еще не дойдешь уже диарея будет это это вот честно это очень уж ну это очень странно вот клянусь это тогда твой мозг не может принять деньги или услуги ты начинаешь искать плохие стороны если ты найдешь правильный ресторан когда ты будешь кушать будешь говорить а это в узбечке было вкуснее нахера я сюда пришла да чё ваши амары говно ваше фуагра то есть это будет правильное и самое циничное что ты можешь сделать повторить этот обед нет на следующий день повторить и раз в квартал вы вот такие вещи делаете это очень сильно поднимает и расширяет твой мозг очень часто знаете получается я вот помните 100 желаний там карта желаний там в этот это правда она очень сильно работает но кто уже написал 100 желаний поднимите руки есть у кого вот уже висит круто вообще аудитория классная а круто сейчас сейчас подожди у кого у кого уже есть вы молодцы у кого нету напишите 100 своих желаний это дома желания 100 желаний то есть любые да там мелочи сейчас сейчас подожди 100 своих хочу ты пишешь хочу дом там такой то хочу квартиру хочу там машину хочу там кольцо колье когда этот список закончится писать его тоже будет там несколько ступоров там на двадцати кто-то останавливается потом на семидесяти потом девяносто девять и сотая три часа сидишь не можешь придумать да ты смотри а ты говорила что ты новичок ха-ха-ха-ха-ха смотрите а после того как ты это закончишь на следующий день ты идешь выбираешь квартиру и пишешь цену напротив но ты выбираешь не та там там газету открыла там стоит кажется столько-то а идешь конкретно узнаешь как покупатель и ставишь цену напротив машину и едешь там в сервис-центр делаешь тест-драйв ставишь цену напротив шубу то же самое и все предметы роскоши все что материальное ты узнаешь сколько стоит ты узнаешь сколько стоят путевки которые тебе надо оплатить и заплатить и написать для чего потому что очень часто мы же тут уже все взрослые не студенты очень многие желания которые будут здесь ты уже можешь купить сегодня а в смысле как у тебя уже есть деньги откуда подожди там помимо дома будет допустим там хочу сумочку ты хотела сумочку подожди нет нет подожди ты хочу машину это машина одно желание еще 99 назови потом посмотрим там есть желание которые уже там есть сто процентов там есть нижнее белье у девочек дорогое да ну как мелкие дорогое нижнее белье может стоить около двухсот тысяч и короче умрешь прям там на прилавке пукать страшно в таких трусах вдруг порвутся стирать их не хочется шампунем будешь это и и то что ты уже можешь позволить да ты просто себе покупаешь то что не можешь просто узнаешь цену да говори ну угу желание нужно запустить когда вы крупное желание напишите и там по секторам еще важно и надо мелкие желания вот например мороженое я хочу сегодня по скин роббитс я иду покупаю и я так карту запускаю оно уже у меня в карте сидит и она цикличное вот в ряду плане запустила а дальше по цепочке спасибо круто вот это прям надо идти это надо примите пощупать это надо поездить то есть но это тоже работа знаете тест драйв сделать мерседеса это капец короче но это прям напряжение просто посидеть напряжение поехать еще больше напряжения зайти в салон в louis vuitton я зашел с четвертого раза честно и заходить за деньги подышим бы приседать перед этим ходом иззади это мы сейчас это я говорю про то что вот когда уже деньги пошли чуть-чуть и ты когда уже можешь позволить себе вот это просто сделай есть очень много желаний которые детские там велосипед хочу гитару хочу да если тебя в детстве не было велосипеда и ты себе 40 лет купил большую черную машину у тебя все равно в детстве не было велосипеда идешь и покупаешь лучше велосипед стоит катаешься два дня ставишь гараж и ходишь даже если он тебе не нужен это вот один олигарх от купил себе жигули что ли это все взял когда спросили как тебе жигули он сказал bentley лучше даже он найти надо было еще то есть но у него одно это же триггер это твое желание которое не исполнилось его нужно купить и потом выбросить у меня так дома стоит гитара и не умею играть в 14 лет я хотел именно эстрадную акустическую гитару я пришел в магазин к дани арманбаеву и сказал ступо самую дорогую дать из акустическую эстрадную не вынесли взял и ушел и она вот стоит в пыли это попробовал цоя поиграть все же корейцы цоя играют давай сейчас я тоже сыграются они ничего мне не получилось еще но гитары есть и три комплекта струн я думал буду лобать лопнет все вот это желание когда ты уперся в потолок когда вот раз и дальше не могу вот нету вот заработал миллион а дальше что-то не прыгается дела идут деньги идут но вот больше как-то не приходит вот как-то идея не вижу и очень важно чтобы ты из состояния допустим вот вот даже вот давайте давайте вот так кому не хватает нулей добавьте кому много уберите да то есть тысячу долларов и вот допустим 10 это я на каждом тренинге объясняю и этот вот из этого мира понимания вот из этого вот этих не понять что у них там в голове не неизвестно вы никогда не сойдетесь на больших мероприятиях какие-то свадьбах или там где рассаживаются хаотично или вот на тренингах да если вы возьмете вот так пять человек вот так или вот весь ряд рядами будете считать то с кем рядом сидит вы зарабатываете плюс-минус одинаково все каждый ряд примерно вот ты вот два три человека зад вперед туда-сюда вы примерно одинаково зарабатывать как это получается я не знаю почему я заметил этот это у нас есть там свое там сообщество где мы там все крутимся и в принципе я всех знаю давно и знаю то сколько зарабатывать да и когда мы садимся я я к своему я сел смотрю его эти вот примерно в таких суммах этих этих и разговор это всем интересны друг другом понимать вы садитесь и кучкуйтесь своих доходах поэтому из этого мира понимания вот здесь не понять потому что этому не хватает там на на ранец школе а этот а этому надо сделать дома ремонт да тут и вот ну и как вы друг друга поймете не как чтобы перепрыгнуть из этого потолка вот сюда ты должен взять вот эти двух не два месячных два месяца или 2 2 2 месячных дохода и потратить на какую-нибудь херню часы сумочка для женщин нижнее белье за 1000 долларов да то есть ну такое то есть это знаете как если бы у меня был миллион долларов наверное у меня были бы такие дорогие трусы ну вот вот если я зарабатывал 10 тысяч долларов я бы вот такие трусы носил дать ну то есть я бы в там в обычный не передел бы дать я бы вот только в такие и ты покупаешь и тогда опять происходит тошнота понос рвота головная боль отказываются ноги отказывают сводит почки очень больно три дня это где-то процедура если ты осознанный если ты купила и у тебя такой кайф ты себя обманула умножь на три сумму и тогда буш и рядом ляжешь знаете что самое страшное следующая покупка в 15 раз дороже вот их вот это купил через год и зарабатываешь вот столько примерно следующая покупка будет за 15 тысяч и не скажу что ее проще сделать чем вот эту это это смотри это не сейчас это не не про шапоголизм на то есть шапоголизм когда ты берешь 1000 долларов по 100 долларов 10 вещей себе купил нахер не нужно а так взял одну и взял одну вещь умер а потом экономь поняла нет когда смотрите рассрочка кредиты там какие-то этот знаете что происходит ты обесцениваешь эмоциональную стоимость предмета в раз в десять когда ты ты вот платишь по 100 долларов в месяц да ты обесценишь то не будешь ценить почему айфоны потом бьются там через год ты им футбол играют взяли в кредит по 100 долларов отдавали им кажется недорого а иди возьми там 1300 долларов отдай и умри там налом вот поэтому такое вот и вот это шапоголизм прекращается у кого уже полный шкаф туфлей и не знаете какие выкинуть или как чё одеть купите себе туфли одни там за тысячу и короче это все остановится этот это знаете тот инструмент когда перепрыгивать с одной ступеньки на другую каждый раз помните я говорил что когда ты начинаешь заниматься своим делом тебя все открывается и одним из таких дней это четыре года назад был фестиваль фаре в алмате и я вам клянусь я работал по 300 человек в день три дня подряд я работал больше всех нас там много ребят было кто работали я был я вот так вставал и там вставай короче и со всеми я работал 3 фаре 4 это evolution motion эко и этно вот и и был там знаете были крики прям вообще тогда мой первый опыт работы он но вообще мой опыт работы он этот в продажах я 13 лет отработал в прямых и когда сказали на фаре поедешь я сказал поеду и мне сказали сделай плакатик но там чтобы я думаю какой плакат сделать я стоял и думаю какой у кока-колы вообще чувствуете до уровень амбиций белый фон красные буквы я прихожу в типографию мне надо написать им национальная свобода красными буквами на белом фоне сможете они такие легко вам какой плакат нужен я говорю ну метра полтора в ширину и там сколько вы там в длину можете его они год у нас четыре метра давайте четыре метра вот такими буквами четыре метра эмоциональная свобода на деревьях растянули кроме меня было видно никого вообще и вот и там фигачу короче этот все фаре там по моему и там знаете мне же орут все и вот этот ор он слышался во всех концах фаре вот в предгоре все знали что я где-то там где-то этот сумасшедший работает потому что и как оказалось попала и редактор катя редактор ктк оказалась на фаре к тому времени уже пять лет не смотрел телевизор она мне после фаре позвонила говорит хотите поучаствовать в программе мы про вас снимем кино вы такой уникальный человек я уши развесил ну конечно уникальный я думал когда же меня заметят а то я тут сижу то в безвестности пропадаю да она ведь мы про вас репортаж с ним веду капец круто но она вообще очень круто подыграла конечно она сможешь повторить вот это вот то что ты там делал на фаре она вообще думала что это подставные люди так понял я могу она она это людей его ну своих притащи я своих приведу короче мы собрали человек 20 микроавтобус приехали мы в алмара сам где медведи вот эти кто был в алмате встали и начали съемки я начинаю работать она там все снимает там этот там вот такая камера старая еще кассетная там этот мужик вообще молодец он вот так подлазил прям там все орут он что-то этот потом взял она взяла у меня интервью на камни я же знаете на сколько времени потратила часов 8 на меня она потратила 8 часов съемок было я думаю капец там крутая передача и а я там и рад стараться короче вот весь развернулся как мог я вы какая передача над к наша правда я гон классно классное название нашу правду круто перехожу пишу там этот я вот буду участвовать этот сегодня были съемки будет репортаж короче все смотрите я нашу правду это шахматов шахматов короче поставил его фотографию свою короче как-то там склеил фейсбуке сделал и метки игорь вы знаете что это за передача я бы я не знаю мне пощи похер не ходите не ходите вы чугунете уже 8 часов съемок я уже пережил и внуки но склеит вы как не ходите нет 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 люси это другой вариант это другой другой раз мы с ней познакомились с и кстати люси тоже она она ну как бы по моему люси наводку этой кати дала ну короче как-то это там было заверчено я думаю этот круто короче все попаду на телевидение будет у меня вообще нарциссизм я так понял с детства был и и тут такой шанс очень блеснуть чешуей я перехожу на передачу а я сижу теперь дома и думаю как выступать на ток-шоу я же не был ни разу ну надо в ю тубе посмотреть я забиваю там этот и выходит гандапас камасутра для оратора у него там какая-то лекция я клинусь на два с половиной часа в так ролик да я тыкнул середину как как вести себя на ток-шоу я думаю гандапас то очень так же нельзя только тыкнул как выступать на я слушаю он сказал очень коротко он говорит когда идешь на ток-шоу личности ставь дома то что на тебя нападают это не про тебя начнешь отбиваться как-то реагировать но мне это не надо я думаю ну там нормально передача катя такая хорошая девочка там миловидная там этот прихожу на передачу они смонтировали из 8 часов 30 секундный ролик где было вот это и и короче сидит 500 человек людей да и они вот этот ролик потом не год выходите и я такой по всем жанрам кино выхожу и не он так делает к а там бабульки пенсионерки там как на меня как бы этот давай орать шарлатан да как ты можешь так сволочь фашист короче я друг куда я попал задают вопросы специалисты которые не хотят слушать я начинаю объяснять они да вы не правы да татата да у вас вообще там что-то наживаетесь на чужой боли товарищ и короче меня вот хавали хавали кому будет интересно в ютубе забейте тут точная терапия там в общем выйдет они назвали точная терапия биоэнергет после этого это стал представляться это короче после передачи я спал 5 часов я приехал в офис просто лег я не мог голову поднять в конце я не знаю как я тогда так умудрился спасибо этот я сказал что вы можете называть меня как угодно я себя всяким люблю и шарлатаном там и там сволочью но что вы будете делать со своей правотой и наша правда и право так короче она совпала и монтажеру ничего не оставалось как это оставить в конце как резюме это стало крылатой фразе фразой на два дня в фейсбуке люди там типа что вы будете делать со своей правотой я себя там люблю такой и был такой хайп небольшой в момент в день выхода передач это была суббота у меня был тренинг и у меня телефон дым-дым что-то там а я не могу у меня там люди сидят я там разговариваю в конце дня поднимают телефон у меня 180 пропущенных вызовов после передачи после этого был прям вот такой подъем люди стали приходить а мне стали узнавать и до сих погодят а я вас видела в по телевизору как вы помните четыре года прошло мне звонили врачи юристы мне стали звонить друзья я лежу в больнице я сказал что ты мой друг врач хочет с тобой познакомлю какие-то странные вещи происходили и к чему я не бойтесь чтобы вы тебя не приняли не бойся просто подготовьте но чуть-чуть хотя бы морально подготовьтесь это все пройдет но это передача полупай дала такой резонанс и в моей деятельности что вот до сих пор она еще вот эхом отзывается теперь я говорю кати после передачи в катя видео дай под то что ты наснимала дай я приношу и флешку знаете что нам не скидывает вот это 10 я вот и гонишь 8 часов там делу херню снимали дать и вот это она зачем тебе это же вот самое интересное катя ты чё короче я бы пожалуйста нагад я там попрошу к она как-то попросила нет материал дал вот за что есть спасибо я дал это другому монтажеру не склеили и сейчас это кино она лежит у меня в ю тубе это одно из первых видео которые снял профессионально а эмоциональная свобода там что-то этот там видно я там там в горах есть два ролика один прям как у назарбаева как фильм про назарбаева это второй а первый такой попроще там закадровый голос там такое знаете это он озвучивал его фильм по моему этот чувак я много денег заплатил за второй фильм снимайте много кино на то есть это вот кати большое спасибо что она вообще вот показала магию мне вот в эту магию следующей жизни обязательно стану актером но вот в этой же как есть я начинаю снимать я боялся камеры да но я помнил в этот один раз в месяц я буду снимать короче год назад я нашел в ю тубе одного психолога у него там гора подписчиков я думаю как же ты их привлек захожу туда у него 100 видеороликов на разные темы на там семья отношения там еще что-то я думаю мне надо снять 100 видеороликов но я у него 100 видеороликов по две минуты по три минуты такие я же так не могу такими категориями я же я же этот как как его аналог как этот аналоговые я не цифровой да я не понимаю что там клиповое мышление то есть мне надо чтобы гору информации на место и я смотрю длинные видеоролики я стал снимать индивидуальные сессии и стал снимать вот такие мастер-классы я стал снимать индивидуальные сессии в инстаграме да то есть делать их там у людей корежит и я вот в плохом качестве их выставлял выставляю в youtube до сих пор сегодня я посмотрел я снял 200 за год короче сейчас вам скажу сколько видеороликов я снял за год 247 видеороликов я снял вот за год 247 всего их 500 там что-то там такое но то есть там этот но профессиональных которые вот именно для этого 247 видеороликов за год хотя план был 100 да и сейчас только пошел отзыв от youtube а сегодня а это сегодняшними 247 сегодня загрузил 20 видеороликов за этот с прошлого мастер-класса мы еще там нарезали этот для для клиповых короче при по темам при маленькие и вот эти 247 видеороликов на сегодняшний день youtube это площадка которая будет генерить очень много денег она будет генерить больше чем мне кажется фейсбук я не знаю как себя поведет фейсбук но youtube сегодня генерит очень круто я вам сейчас дам такой инструмент который знаете когда ты называешь видеоролик игорь ким эмоциональная свобода или там игорь ким там страхи или там страх там чего-то там игорь ким когда-то забиваешь google игорь ким все видеоролики поднимаются наверх вы знали нет ты становишься в первую строку потому что видеоролики почему-то google поднимает выше и ты становишься в первую строку в обходом бесплатно короче навсегда почти из-за того что google и и youtube это одна компания поэтому google за счет себя поднимают ютубовские видеоролики поэтому то есть сегодня пока так пользуйтесь то есть лучший парикмахер и там в астане видеоролик называешь себя снимаешь как ты сам стрижешь и туда в youtube когда будет парикмахер астана будет твой видеоролик выходить очень важно поднимать вовремя цену мы же уже говорили ходишь на все мастер-классы которые есть пробуешь что-то делать сама и выбираешь она все сойдется само вот у меня фотокурсы короче смотрите вот полтора года когда пункте этот три сериал осмотрел я прошел там телесная терапия какая-то там я проходил курсы массажа двухмесячные я проходил двухмесячные курсы ораторского мастерства операторской вещи прикольно сейчас я прошел курсы что-то вы выключили я прошел курсы фото 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 курсы двухмесячные тоже я прошел чё еще и прошел не нет это чуть позже было и результатом пока нету такого короче я прошел много-много всякие фигни но при этом я у меня была такая задача купил фотоаппарат потратил денег а купить за счет вот этой ну отсними я снимал там годик я снимал там какие-то дни рождения мне по чуть-чуть платили отбил фотоаппарат с курсами думал все нахрен хватит короче фотоаппарат курсы массажа за это я максималист да я курсы массажа я закончил это у меня нужна кушетка я же не могу на простой кушетке там там купить там где-то этот я купил крутую кушетку за 500 долларов нахер она тогда нужна была я не знаю иду это не теперь смотри курсы надо отбить еще эту кушетку на я массажировал людей вот вообще кто вам говорит у нас массаж очень недооценен то вот вообще этим занимается очень недооценен ты цепляешь чужое говно вот энергетически цепляешь эмоционально и не достанут короче люди да не там нажал не тут придавил тут сильно там слабо вы не доработали там две минуты всякую короче это того не стоит там 3000 массаж ну это очень недооценено и как отбивать кушетку и у меня есть там я пошел по родственникам наименьше путем наименьшего сопротивления у меня дядя у него там я говорю давайте массажем ну давай и он меня так пожалел там эти 3000 массаж и я там я ему сделал 10 сеансов еще кому-то если вам кто-то скажет что от антицеллюлитного массажа худеют девчонки не верьте от антицеллюлитного массажа худеет только массажист это это титанический труд массаж это ну просто нахер я вообще я на массажиста всегда смотрю думал господи ну вот дайте бить бошенька сил я не знаю как ты это терпишь вообще поэтому пока дешево ходите на массаж и короче я купил эту кушетку теперь я закончил курс ораторского мастерства и теперь думаю надо же это тоже отбить я пишу нахожу сайт крут самые крутые бизнес есть короче бизнес-тренеры казахстана сайт какой-то не знаете нет короче если забиваете он где-то там как там чего там где-то там находится вот вот где-то там и я там прошел регистрацию и из там двух тысяч бизнес-тренеров я оказался на там каком-то 380 каком-то месте потому что у меня фамилия начинается на к по алфавиту это у меня так не пойдет я должен быть первый как же первым стать фамилию же не поменяешь знаете что сделал я стал ли при регистрации когда я писал фамилия написал впереди 01 я стал номер один самый крутой тренер на этом сайте с опытом работы 13 лет я написал опыт работы 13 лет конечно наврал я проводил тренинги по продажам но я не проводил тренинги по ораторскому мастерству никогда но тренинги по продажам я заводил своих подчиненных и они не имели права выйти и они не говорили адекватно им понравилось или не понравилось им по-любому понравилось зарплата от меня зависит я стал номер один на сайте на третий день не звонит женщина в консалтинговая компания там какая-то там не могли бы прийти хотим с вами заключить договор я приезжаю конечно я могу одел самый лучший костюм который у меня был я не помню какому дню я его покупал короче вельветовый такой захожу весь такой типа да типа такой этот как на свадьбу короче оделся как будто будто я тамада прихожу туда и она говорит опыт работы в 13 лет такая хорошо они вы не против если мастер-классы берем тогда я первый раз узнал что такое мастер-класс я бы давайте я вы сколько времени 3 часа тебе хватит конечно хватит поэтому мне 15 минут продержаться короче опять я делал лучший костюм она сказала гостиница там какая-то 4 звездочная приедете сюда я вообще не знал что я думаю почему гостиница я не знал что там есть залы ну то есть я прихожу туда там свет там камеры стоят 80 человек 80 незнакомых мне людей я им обораторском чего-то там этот я вспомнил все что я проходил на тренинге я вспомнил все что говорил гандапас мы танцевали я всех поднял стойки в какие-то вход я там такую дичь творил вот честно мы-то прыгали коры приседали вот что-то вот но я всех и через три дня она мне звонит мы продали твой тренинг в нурбанк в нурбанк тренинг мой я вообще круто двухдневный их молодец два дня блять чудевать во дня чего можно делать с людьми два дня в ораторском мастерстве я очень она мы все уже деньги взяли я даже не спрашивал сколько я мы как-то там с ней договорились и сегодня даже не помню я прихожу туда сидит восемь человек я говорю здравствуйте там представьтесь она такая здравствуйте я бизнес тренер внутренний бизнес тренер там компании там этот в банке и у кого опыт работы 8 лет классно короче весь отдел бизнес тренеров с опытом не меньше пяти лет да они там опыт работы пять лет а я блять сейчас их ораторскому буду тут обучать как они меня троллили а вот здесь неправильно а тут ты врешь а здесь не с того начал вообще динамика вот такая от обратного надо эти а я же ну а у меня же типа авторитет я же я у короче вам же не платили мне заплатили слушайте короче если вы были умнее я бы вам платила так наоборот получилось ну короче не затроллились в усмерть я уже на второй день я когда ехал думаю бля вообще откажусь где деньги не надо на все этот причем приезжаю в нурбанк обратно я говорю девчонки у меня к вам этот договор предложение короче заткнитесь у нас же договор у меня есть программа она утверждена у вашего руководителя не надо ее выдать давайте до 12 я закончу если вы заткнетесь молча слушаете а после обеда я вам про эмоциональные блоки чуть расскажу они что такое и это же все всегда интересно да то есть я в общем там одной говорю у тебя там то у тебя этот короче теперь заткнись и все мы теперь у нас ораторская короче прошло вот вот так прошел тренинг до обеда мы пошли на обед и начал потихоньку делать диагностику там этот и после обеда весь отдел лежал вот так на столах у всех там магия там что-то там этот там они нихера не понимают что происходит потому что они не поняли в какой момент ее ее свернуло когда она сделала когда я сказал вдох выдохе то есть они ничего не поняли и не больше меня не заказывали но я получил денег что вы понимали да раньше я работал месяц я получил за два дня сумму который генерил в месяц представьте напряжение вот представь вот ту сумму которую тысячи сейчас генеришь месяц заработаешь за два дня чувствуете да что начинается вот у меня вот так было я приехал домой опять лежал три дня я вообще не я не мог понять вообще чё прочее чё произошло с одной стороны я думаю вот они суки меня сожрали с другой стороны я лежу и думаю если я так буду работать хотя бы 22 рабочих дня в месяц это жену и у меня в голову это не вылазило поэтому выключивки поэтому каждый раз когда вам приходит какие-то как каждый раз когда вам приходит с каким-то предложением случайным или специальным соглашайтесь если это идет по вашей специальности или по тому чего ты хотел бы делать иди у нас сколько еще время сейчас а а ну круто тайминг есть башке до примерно вот и каждый раз когда вы когда вам придут предложения соглашайтесь идите делайте чего бы вам это не стоило страшно это вам будет не страшно просто начни ставьте себе планы вот эти один раз в месяц там по 10 видеороликов там или 10 видеороликов в месяц или там один тренинг в месяц там вот одно какое-то действие которое приводит тебя к результату у кого-то это может быть 40 телефонных звонков в день да то если вы в продажах у кого-то 40 посещений там магазинов там если ты там торговый агент там и знаете когда ты мастер да очень часто мастера и особенно тренеры они хотят чтобы они пришли и вот так он на них собрался народ ты должен быть маркетологом сегодня ты должен продвигать себя в соцсетях есть психологи до которых или коучи которых нет соцсетях видели таких это вообще очень удивительная штука психолог который боится камер психолог который боится публичности тренер который не хочет снимать себя на видео это же сегодня дичь просто тренер который не делает stories сегодня больше больше видео и должна быть популярность для чего когда тебя человек читает в инстаграме или фейсбуке или видит в ю тубе у него в стопроцентное ощущение как будто ты его знаешь знаете стопроцентное ощущение как будто ты его знаешь и когда ты выкладываешь там я там с детьми здесь я там вот тут этот то он про тебя все знает когда ко мне первый раз пришли и сказали как как вы съездили в толдукурган я буду откуда вы знаете вы же вчера в инстаграме выкладывали понимаете сегодня я уже не удивляюсь что про меня все все знают что я уже четко отслеживаю что я писал о чем не писал последний пост у меня был про детей ну вот который я писал сам это то что произошло у меня с ребенком собака которую полу этот напугала да я первый раз за нее так сильно испугался она первый раз сказала за мою работу мне спасибо потому что у нее был точно страх смерти и убирал она была вся зеленая да и с ними и чистили три дня это было там порча магия не знаю как хотите называть короче это было просто капец потому что она лаяла она вылака собака да то есть но она вот так делала это просто из-за того что напугала собака и мы с этим работали вот эти эмоциональные блоки мы вытаскивали сегодня все уже знают что есть психосоматика национальные блоки то есть это как-то само расширилась и когда я начинал это про это вообще никто практически не слышал меня очень многие там психологи биоэнергеты ревновали к своей аудитории но я создал создавал новую аудиторию я думаю какую я круто я создаю новый рынок дал то есть мне было интересно на сегодняшний день я очень сильно благодарен мастер киту он создал такой рынок которого раньше в казахстане не было рынок психологии на сегодняшний день на 90 процентов создал мастер кит это очень странно ну ну это так произошло потому что они собрали новую аудиторию большую как люди уже стали понимать что у них проблемы деньгами мы я же анонс не читал сейчас я вам расскажу вот то что я вот вам вот уже мы два часа разговариваем то что он будет лежать будет понос будет тошнота будет рвота это выход эмоциональных блоков это на вашего не не принятие какой-то ситуации или страх к действию да стресс который у тебя отражается в теле деньги они все вот тут ну вообще здесь все стрессы вот здесь на животе а вот здесь стресс в основном утрат когда тебя кинули на 10 на 100 тысяч долларов 10 тысяч долларов ты потерял да ты там вложил и и прогорел отдал и не вернули вот он вот вот тут стрессы все они денежные и денежные все в одних не тех же местах живот это большие стрессы какие-то резкие они все вот тут поэтому когда даешь ощущение как будто те нож воткнули в живот агрессия вот тут злость все в скулах уши не желание слышать вот здесь не в растении это те кто зарылся в оперативке дома в работе когда у тебя столько оперативной информации когда ты уже вот типа пошли все нахер за задолбали да я уже никогда не воспринимаешь вот вот тут это все и поэтому для того чтобы зарабатывать больше очень важно вытащить эмоциональные блоки начали спиной спина и поясница это секс и деньги либо избыток либо нехватка когда большие деньги на тебя падают до когда типа когда ты перетрахался извиняюсь если ну вот слишком много или когда не хватает денег и секса болит спина вот прям поясница грудной отдел болит знаете когда когда ты ни за что не отвечаешь и ты свою ответственность перекладываешь на другого человека там вампиры это энергетические вампиры скорее всего мужчины если про вас мужчины смотрите мужчины вампире от кол спине стоит вот как будто вот между лопаток что-то вот вот воткнули это мужчина ты на него обиделась это может быть охранник или может быть парковщик какой-то на котором на который на который на тебя на орал или ты на него обиделась там не важно вот просто вот кол спине это мужчина ты на него обиделась он тебя в армпире без разницы это нужно простить тогда я прощаю тебя за то что ты мудак и так далее это страх действию идти есть люди которые вот начинают дышать у них ноги не имеют где-то вот этот голени да и у них это прям подгибается это страх действовать варикоз у кого-нибудь есть варикоз на ногах это люди которые знаете там 20 лет уже хочет с работы уволиться не увольняется или там хочу развестись там в 95 решила до сих пор живу то есть но это вот такое честно это тогда когда ты хочешь не хочешь и не делаешь ты не забудь уже или уже сделай это вот варикоз он он вот так если он не связан там с родами там вдруг ты там это забыла там колготки и дети компрессионные или как они там называются а шея это когда ты чужие проблемы тащишь на себе когда ты спасаешь всех это это люди спасатели это люди которые знаешь там что-то я не холодно на мою куртку вот одень и иди я сама как-нибудь этот пусть меня дуру неадекватные волки сожрут жидкость коленях колени смотрите вот здесь это это в прошлом не отпустила не простила мужчин вот правый какой-то право прошлом не отпустила мужчин настоящем боюсь идти и болит из-за этого колена это психосоматика а вообще лечить надо у врача да но но проблему надо понимать но уличить лучше у врача лечи мигрени 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 неврастении это 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 истерики внутренние зажатые это когда твои псих психуши не выходят наружу ожирение это не нет это эмоциональная неудовлетворенность своей жизнью то есть когда ты не удовлетворен чем-то в своей жизни ты начинаешь есть вот я не удовлетворен жизни своим режимом то есть то что я часто летаю и меня это честно очень сильно выбивает искали надо прекратить летать или ну то есть или есть да сколько лет 13 лет это не удовлетворен своей жизнью ей не хватает счастья это не хватает счастья больше праздников и организовывать больше ее куда-то этот это скорее всего за комплексованный ребенок да это ее больше ее вот надо этот и и 13 лет когда уже девочка хочет но я хочу нравиться мальчикам и но я стесняюсь и короче не понятно кому в этот период хуже мальчиками или девочкам но вообще рекомендую детские тренинги в общем сначала приведи тряхану проплачется а потом отправить туда вот в тренинг куда-нибудь где дети сегодня уже есть но во всяком случае в алмате точно тренинги для для подростков вот такие крутые вот ну то есть тут туда водите потому что в коллективе они очень быстро от этого избавиться не вижу себя в будущем правда смотрите правая нога ступня не вижу себя в будущем с мужчиной или в работе левая не вижу себя как женщину в будущем и теме другим надо написать сочинение какой мужчина там рядом или какой этом на работе или какая я женщина сколько у меня детей на такое то есть это вот стопа тело никогда не врет я очень часто сталкиваюсь с людьми которым ты говоришь у тебя что-то с мамой у меня с мамой все хорошо самая страшная фраза когда вот если ты говоришь у меня с мамой хорошие отношения блять это вот так там такая жопа блять просто мне нет она искренне думает у меня с мамой хорошие отношения мы вместе живем она воспитывает моих детей мужа мы выгнали моего ну как бы мы с мамой вообще нам хорошо и мне 40 лет да но это же проблема настоящая это это проблема потому что мама вовремя не отпустила дочь и поэтому дочка развелась не факт чтоб она не развелась бы но это было бы ее решение так это непонятно чего она сделала вот на то есть это вот но есть перекосы воспитании в детях и там этот тоже в ютубе прям я выложил три часа мастер-класс отдельно на тему отношений детей там есть любовный треугольник как его там с энергетической точки зрения волос психологической короче все выложил то тоже можете посмотреть перекосы допустим вот сегодня парень приходил я все его пытаю да там какие с мамой отношения у меня с мамой все хорошо думаю что ты опять начинаешь папа есть папа есть папа участвовал в твоем воспитании папа вну папа да участвовал как он участвовал папа никак не участвовал в очень на работе всю жизнь бог я куплю что от тебя ощущение что как будто тебя воспитывала мама парней которых воспитывает мама это парни очень это знать импаты это мамсики это импаты это это самые приятные люди в мире они вовремя погладят они вовремя цвету и очень тебе подарят они там скажут как ты хорошо выглядишь классно брови у тебя там что-то там это да то есть там цвет волос тебе прям глазам твоим прям это то есть они вовремя все говорят из они вовремя поздравить тебя с днем рождения но самый большой минус таких людей их хрен понять чего не очень хотят сейчас объясню такие люди они они не идут на прямые конфликты то есть мужских коллективах чтобы выжить вот почему там армия там делает из мальчика мужчину это правда попробуй там на косячку голову нахер оторвут не спросят к зовут вообще и кто и такие вещи не проходил кого мать вот держит это люди которые не конфликтуют потому что мама его так воспит понимаете это забивается я лучше уступлю лишь бы мне по морде не дали и поэтому в прямую он не говорит уже с детства он не говорит там ты мудак мою машинку сломал но на следующий день он угощает тебя яблоком который он там плюнул и растер на тебе поешь это нормально это это сейчас жалуешься или хвастаешься перекос ты когда мальчик дерется этого это первый характер это ну скорее всего вот это может быть генетическое если у него не психуша он просто этот с ним надо больше разговаривать и и это должен сделать папа надо это папа должен дать направление объяснить правила игры то есть как это начать давайте мы с вами еще теперь подеремся что зачем он убил он его убил или покалечил или как нибудь они сами разберутся знаете это мам мамаши вода ходят там разбираются моего сына ударили как папа позже так никогда не пойдет папа же не пойдет что делает мама когда дерется сын ее во дворе выбегает и тапком всех разгоняет да ну так же что делает папа он закуривает вторую сигарету и наблюдая дать чем же сука это все закончится это это не сдержанность это интересно он же понимает что в семь лет нему невозможно убить он же понимает но не по если в руках у оппонента ничего нет ну но синяк будет ничего не будет сын когда придет скажет вот видишь получил получил пойдем на бокс хочешь теперь на бокс я тебе уже два года предлагал так тебе еще больше насуют смотрите это импаты это люди которые к маме ближе на есть еще второй перекос такой сильный перекос другую сторону в этом и в том и в другом когда перекос ничего хорошего нет а папины мальчики или папины мальчики и папины дочки вот мамина дочка это называют это а маменькин сыночек это эгипов комплекс это знаете у вашего сына эгипов комплекс я вас умоляю лишь бы маму любил это сильная любовь и привязанность сына к матери электро девочка электро это девочка как ну в общем они там с папой там по легенде там что-то это не про электричество это ее так просто почему-то звали в легенде девочка электро это девочка которая любит любит папу и такие девочки не выходят замуж сегодня в инстаграме спрашивали там вот и те и другие не выходят это не вы не выходит замуж и электро и вот и и с эгиповым комплексом вот и мальчики у которых перекос с папой они не умеют общаться с не умеют создавать отношения с женщинами эти мальчики они не знают как разговаривать вообще с девочками или или вообще в обществе они не дарят цветы они никогда не скажут комплимент они никогда не этот но они не погладят вовремя да там они не похвалят еду которую ты им готов приготовила или там за рубашку то что ты им погладила никогда вы от этого не дожди от них не дождетесь это вот перекос в папу но эти называются импаты эти называются достигаторы достигаторы вот кто заточился на цели и заработал много денег на достигаторы это люди как у которых проблемы с папой которые папе чего-то доказывают я докажу что я могу я куплю пятую квартиру я куплю двадцатую машину и ты поймешь какой ты мудак потому что ты меня нет не похвалил почему так происходит у мамы безусловная любовь это в идеале я сейчас говорю вы ну то есть делите все на два потому что в мире обычно это все более не менее сбалансировано я это петр осипов обратил на это внимание на тренинге метаморфоза я ездил я вам клянусь раньше я думал что нужны деньги у меня девчонок будет очень много ну то есть есть мужики даже вот ты думаешь что заработаю денег будет толпа в море женщин знаете что такого каково было мое удивление когда на метаморфозах стоят парни и говорят там я зарабатываю миллион рублей в месяц мне никто не дает я думаю блять чё за херня у тебя миллион в месяц это 6 миллионов тенге в месяц как тебе можно не давать чё за херня вообще с этим миром произошла а он не умеет я честно я вам клянусь я не думал что вообще такие проблемы бывают когда у тебя есть деньги в чем вообще вопрос а это люди они научились достигать они научились зарабатывать потому что папа любит условно папа любит за диплом папа любит за пятерку папа любит за за работу папа любит за грамоту папа любит за кмс там за мастера спорта папа любит за доктора наук тебя знаете кому я доказывал получил 4 диплома деду у меня дед кандидат наук. Я хотел так же доказать. И когда я к кандидатской подходил, кандидатскую отменили. И я теперь думаю, сделали трехуровневую. И магистр в принципе сейчас в трехуровневой системе где-то, ну, не сказать, что кандидат наук, ну, что-то где-то там где-то рядом. И в принципе я себя так обманул, но зато у меня их две. И я на метаморфозах мы когда разбирали, я честно, я не думал, что меня могут пробить. Меня в группе пробили именно вот на деде. Что я вот четвертый теплом в этом году получил только из-за того, чтобы деду доказать, что я там что-то могу. Понимаете? Насколько это сидит глубоко у меня. Я из-за деда получился достигатором. И из-за мамы, тети, бабушки и всех я получился эмпатом. Я когда хочу, я могу быть дико внимательным. Я могу таким быть внимательным, что вот просто, ну только надолго меня не хватает. Максимум на на два-три часа. Я очень романтичный могу быть. Больше меня не хватает, я потом становлюсь этим. Вот. И вот это достигаторство, наверное, у меня вот откуда-то оттуда взялось. Все-таки я думаю от деда. И может быть из-за того, что может с папой у меня отношения какие-то. Ну, сейчас мы как друзья общаемся, но... Это нет. Знак зодиака тоже как-то влияет, но воспитание родителей, да, вот кто хочет, кто хочет зарабатывать, поднимите руки. Кто хотел бы зарабатывать, но сейчас как-то не очень. Вот, круто, да? Папу простите. Папе письма прощения попишите. Вы удивитесь, когда вы простите папу, через 40 дней у вас будет денег больше. Но правду и честность внутри себя никто не отменял. Не надо писать письма прощения папе для меня, потому что я сказал, а потом, блядь, деньги пойдут. Да? Честно простишь, я вам клянусь, у вас будут деньги. Вот прям сразу появятся. Новая работа, подработка, чего-то там на шамане идти где-то там. Еще придет. Письма прощения забиваете в Ютубе? Письма прощения. Да. Там, я там говорил, вот у меня там 500 там сколько роликов там? 507 что ли на сегодняшний день. А если уже проработал? Проработал и денег нет, значит нету. Деньги это самое адекватное, знаете, это деньги не врут, как и тело. Есть деньги? не простил папу. Нет денег? Не простил папу. Все. Есть женщина или есть мужчина? Простил маму. Нет мужчины? Не простила маму. Все. Все просто, элементарно. Почему я докапываюсь до денег и докопался до тела? 10 минут или что? Вопросы от лета давайте до половины. Ага. Ага. Мы немножко не завершили, то есть достигатор зарабатывает, вы еще не знаете. Нет, насчет денег. Мы же сейчас вот продолжаем же это, вы где-то выпали, наверное. Достигатор, он достигает, потому что он, это проблемы с папой, ну у него вопросы не... Понятно, да. Ага. А что непонятно? А что заканчивается? Прощение папы. У них нет отношений. Да. У достигаторов... Да, там вот у меня миллионы уже... У достигаторов... Подожди, подожди, у достигаторов нет отношений. Да. Но есть деньги. У импатов нет денег, но он для всех хороший. Это вот перекур... Они вместе несовместимы? Они совместимы. Но вот, я вот очень сильно утрирую, для того, чтобы вы поняли. Вот импатов я точно знаю, потому что у меня три брата импаты есть, я на них иногда смотрю, думаю, когда что вы, сука, оторветесь от них-то? Ну, наверное, я не помню этот... Про мужчину, который 6 миллионов зарабатывает. Смотрите. А человек может быть, да, вот, и у него и импатов, и достигать. Это, в принципе, нормально, да? Это нормально, когда ты оба. Это ненормально, когда у тебя перекос. Когда у тебя перекос, это, знаете, вот импаты, они делают подлые вещи, они из-под тишка что-то там. Они вот не впрямо, они... Вот я вам сейчас скажу, ко мне какая-то женщина приходила, она говорит, я развелась и не могу с этим человеком жить. Все. Я в нем разочаровалась. Почему? А он импат. Знаете, что он сделал? Он порог... Его начальник на него что-то наорал. Через полгода он узнал, что начальник хочет уехать в США там по турвизе. Он написал послу, что он хочет мигрировать, все семьи, его, блядь, въезд в США закрыли на всю жизнь. И начальник не знает, а это знает. И, короче, я с таким человеком не могу жить, и она ушла. Ну, она чересчур честно или что. А вот перекос в ту сторону, это когда у меня много денег, и я не с кем переспать, да? Ну, прям, ну, такой перекос. Нет, это месть была. Это была месть. Деньги — это отношение с отцом. Отношение с мужчиной или с женщиной — это отношение с мамой. А если сын, например, привязан к матери, то я должен... Тебе сколько лет? Ему сколько лет? Сыну? Восемь. А еще рано, подожди. Еще рано. А если сын обижен на отца? Смотрите, 12-18 лет идет отрыв ребенка от матери. И от отца. Почему от матери? Говорю, потому что если честно, мужикам вообще мне на это ощущение нам похер на все как будто. Вот мужчина, он не сильно так привязывается к детям, как мать. Я не знаю, почему так заложено, но в общем так заложено. Ну, рожать там, что там 9 месяцев походила и родила? А есть он 21 год за мой счет потом. Понимаешь? А ты 9 месяцев походила. Смотри, в 12-18 лет идет отрыв ребенка и в этот момент надо дать ему больше свободы. Я тебе доверяю и что хочешь расскажи, чего не хочешь не рассказывай. Чуть-чуть больше свободы. Это вот в этот период ребенку надо дать. А с какого момента ему нужно давать деньги? Я с 6, так, старше я даю с 6, а младше я пока, вот 6 я не даю, потому что она не понимает ценности. Ей дашь, она вот выкинула, потом пошла. Что не дает? Деньги. Они пришли в школьном возрасте, да? 8, сейчас вам скажу, 9 лет у меня дочке было, когда она стала, сделала первый бизнес. Она, помните вот этих лизунов? Я не знаю, сейчас вот все ходят. Да, да, да. Она, эти лизуны какие-то, она принесла какую-то какашку черную, и она липкая такая. Я думаю, что это за хрень? Она говорит, папа, это там что-то, лизун какой-то. Не, не слайм, тогда лизуны были. Слайм сейчас появились. Я, говорит, купила за 250 тенге. Я думаю, дочь, а ты что гонишь, зачем? Где ты купила? В школе девочка мне продала. Мы поехали на барахолку, я прохожу, и там вот эти вот хрень стоит. Знаете, сколько стоит? 40 тенге штука. Я купил коробку вот такую, там их, я не знаю, штук 200 может было. Принес дочери, она взяла и продала, короче, весь класс этой хернёй. Потом ходил по 250 тенге, продала. Через 4 дня, мама, мне нужен товар. Она говорит, я, говорит, подумала, в классе я продаю, надо же в коридоре встать, там же 5 классов. То есть уже пошёл, работа мозга пошла, в какой-то момент она приходит, говорит, что, ну, как бы товар кончился, и вообще никому уже больше не надо. Она под конец учебного года какие-то ручки, там вот, одной стороны пишет, второй стирается она, типа. Мы купили их, она их стала продавать, и, короче, все деньги в эти ручки она вложила, и, короче, она как-то стала в долг раздавать, типа там этот, и она говорит, она в мае отдаёт в долг, там, на 2000 или на 3000 тенге девочки, я на неё смотрю, я думаю, я говорю, ты вот, ну, вот два месяца фигачила, чтобы отдать что ли, ну, вот, она говорит, этот, ну, короче, она мне вернёт, я ей доверяю, это моя подруга, я говорю, супер вообще. теперь первое сентября, и я-то не забыл, я помню, да, она приходит, я думал, она может забыла, не попросила, она приходит, такая, папа, я говорю, что, я поняла, что поняла, в долг давать нельзя, это 8 лет, да, то есть, Долги? Долги? Объявление, там вращают кредиты у кого? А? Да, там прощают, там по 130 тысяч, да, да, там, смотрите, вы, наверное, всё знаете, ну, вот, я вам просто информацию, такую вот, упрощенную, прям сильно упрощенную дам, кредит, если ты берешь ипотеку или машину, когда у тебя, когда на росте рынка, когда недвижимость дорожает, и ты берешь кредит, может быть, отчасти это выгодно, может быть, но просчитать весь рынок на ближайшие 7-10 лет, ну, в нулевых было очень выгодно, ты сегодня купил за 100, через 3 месяца за 200 продавал, но так было, что нет? Это курс валюты, нет, нет, ты, я тогда работал маклером просто, я же помню, что в Алматы происходило, то есть, на росте рынка, на быстро растущем рынке покупать в кредит выгодно, если рынок падает, в кредит лучше не берите, и вот эта вот мысль, знаете, я лучше буду платить за свою, чем за чужую, я лучше буду платить за свою 500, чем за чужую 100, но хрень полная, и та и другая, квартира не твоя, да? Лучше, если не можете купить сразу, мое глубокое убеждение, поживите пока в аренду, поживите пока в аренду, единственное, когда ты платишь кредит или аренду, там, допустим, я вообще не люблю ежемесячные платежи, мне честно напрягает 1300 тенге, по-моему, я плачу за Билайн, и 2300 я плачу за КИСЛ, ежемесячно, мне капец это напрягает, вроде немного, но потому что каждый месяц, меня бесит это. Надо за год я платить? Нет, нет, я сейчас объясню. Когда ты платишь за аренду, там, допустим, 100 тысяч тенге, да? Или ты платишь за кредит, там, 100 тысяч тенге, когда приходит тебе 100 тысяч тенге, ты заработала, и потом у тебя происходит такое разочарование, потому что надо отдать, да? И у тебя появляется на лице страдание, тебе пришли деньги, а ты, сука, страдаешь. Бог, Вселенная, я не знаю, Аллах смотрит сверху и говорит, слушай, я ему дал денег, он что-то, блядь, какое-то, сука, ему несчастья не приносит. Может, ему не надо, и тебе не дают. Замечали? Когда ты должен кому-то денег, или у тебя кредиты, зарабатываешь меньше. У меня есть друг, у которого не так, он начинает, когда у него долги, он зарабатывает больше. Я говорю, как ты так, слава, он, знаете, что сказал? Просто ты не привык к долгам. Я, когда покупал квартиру, он говорит, купи две, зачем ты одну покупаешь? Как я две куплю? Две первоначалки вносишь, покупаешь две квартиры. Я на него смотрю, слушай, я подумаю, я пошел, в общем, я представил, что у меня ежемесячная выплата 900 тысяч деньги в месяц, да? я ходил, ходил, и у меня в первые две недели, я только подумал, доходы сократились в два раза. Я думаю, нет, я лучше возьму так, чтобы меня, нет, а он к долгам привык, он там как-то, там где-то, что-то тут, в общем, у него был период, когда у него был долг 300 тысяч долларов, и он за год с него вылез. Я не готов себя так резко засовывать в жопу, чтобы героически оттуда выприделять. Я как-то потихоньку, вот, поэтому, вот, если вы уже взяли кредит, и у вас есть ипотека, или что-то этот, выплачивайте ее с радостью. Те деньги, которые приходят, прям радуйтесь, переночуйте с ними, потом отдайте. Радуйтесь деньгам, вам будет приходить все больше и больше. А? Карточка не считаем. Что за карточка? Нет, электроны. Я, честно, я люблю наличные, потому что у меня нету визуализации. Есть люди, которые могут представить, что там, типа там, что такое миллион тенге, я не могу. Вот есть люди, которым говорят, закройте глаза, представьте вы на пляжу, они чувствуют запах моря, да, а я, у меня черно все. Поэтому я люблю наличные деньги, и я всегда рекомендую, ну вот, людям держать, если вы накапливаете, то в ячейке. В ячейке, и ячейка стоит недорого, она, по-моему, 24 тысячи тенге в год стоит, сейф, в банке. И у тебя будет ощущение всегда, что у тебя есть деньги. У меня, я этот ключ всегда с собой ношу, когда что-то вдруг этот, я понимаю, что у меня в банке есть деньги. Даже если у тебя нет больших денег, да, вот когда я первый раз ячейку открывал, знаете, сколько у меня там денег было? 100 долларов. Я положил туда 100 долларов и закрыл. Через полгода мы купили квартиру. То есть, оно как-то начинает, потому что, когда тебе нужны деньги, пока ты доедешь до банка, ты деньги уже нашел. Это очень странная вообще штука. как-то, вот. Поэтому, банковская ячейка, ты должен сделать все, чтобы у тебя было ощущение, что денег много. в портмоне должна лежать сумма, которую, с которой ты чувствуешь себя в безопасности. Не на счету, на карточке, наличными в портмоне. На карточке должны быть деньги еще. Желательно на трех. Денежное дерево должно у тебя стоять, вот такое тоже. Валютницы там, чего-то там это, да. Мышки в портмоне должны лежать. Мышка, селись, денежка, водись. Это в России приколы, вот с мышкой. В портмоне они хранят фигурку мышки, и там, типа, мышка, селись, денежка, водись, что-то такое там. То есть, все вот эти приколы, которые психологические для денег, ну, должны быть. Они все работают. А в долг давать можно? Нет. Смотри, в долг ты даешь сумму, не большую, чем ты готов простить. У каждых, у любых отношений есть, цена. Вот родному братишке, допустим, 10 тысяч долларов дать можно, а дать тысячу долларов, там, незнакомому человеку как-то не можно. А кому-то дать, там, 100 долларов можно. То есть, ты смотришь на ваши отношения, сколько они стоят, и примерно думаешь, тысячу дорого, 100 дам, прощу, да, 100 прощу. Даешь что, и говоришь, в общем, на тебе 100 тысячу не дам. Я знаю, что они не вернут, но я не хочу давать. Не давать? Это твое право. Это твой рахат-лукум лезет. Понимаешь? Это твоя хорошесть. И вот эта вот приторность сладкая, которая, да, ну, тебя саму достанет. Это в тебе очень много напряжения, и все знают, что тебя можно юзать. И все, и многие тебя пользуют поэтому. Ты хоть, ты, смотри, что у тебя с деньгами происходит, на вскидку просто говорю, ты зарабатываешь, допустим, миллион тенге, и хочешь купить себе шубу за миллион, да. Теперь мама говорит, дочь, дай денег. Там еще, там, брат говорит, дай там 200 тысяч. Тебе в принципе шуба, это как лысому припарку, ты, ну, на туда, на сюда. Короче, миллиона нет, шубы нет. Потом начинают по 50 тысяч, сука, в неделю отдавать, да. Саккумулировать из этого миллион у тебя не получается, ты тратишь просто на всякое говно. И нету шубы, и нету миллиона. Ну, в принципе, все отдали. Услышала? Я поэтому в долг не даю, и практически никогда не даю. Я жадный очень, честно, я вот, я очень жадный, я не могу прощать деньги. Я могу дать и забыть, ну, смысле, вот, как бы, вот бывает же, да, я могу дать и не ждать замены, ну, что мне вернут. Но если мне сказали, я отдам, я, сука, спать не буду. У меня страх, что я, вот меня спросят деньги, я скажу, что нет, у меня нет, я не могу отмазаться, а у меня страх, что я скажу, что у меня нет денег, и не будет денег. Я лучше дам их. Какой отмазать? Ты говоришь, я тебе не дам, потому что ты говоришь, у меня нет. Ты имеешь право сказать, я не дам. И когда даже у тебя нет денег, ну, там, придумали, мои деньги в пути. Помните? Ваш банановый коктейль лежит в пути. Поняла? А если надо отдаешь и забываешь, а на себе, не знаю, либо экономишь? Смотрите, это называется, смотрите, и то, и другое называется слив. Некоторым людям повезло, да? У них пропускная способность их мозга, допустим, стоточники. Да? Смотрите, у каждого человека есть своя, пропускная способность денег. Это то, сколько ты можешь потратить или позволить себе заработать. Да? Допустим, она у тебя сто, а тебе Бог дал миллион. Знаете, что происходит? Ты вот эти деньги, не все, не весь миллион, а 900 тысяч раздаешь. Некоторые, блядь, на благотворительность раздают. Это тоже отдельная совершенно тема. я не даю на благотворительность после того, как мне за это так прилетело, сколько я, сколько я там пожертвовал, там, тысячу долларов примерно, да? У меня забрали 10. Ну, в смысле, не они забрали, жизнь забрала, и хрен его за... Я так понял, что лучше, ну, как-то, ну, надо немножко с этим по сдержанию аккуратнее. Может, есть люди, которые помогают, им за это воздается, но я пока что-то не заметил. Ну, по мне как-то не так. Подождите, подождите. Чем больше... Смотрите, больше отдаешь, больше приходит, это правда. Но, ты получ... Вот смотри, тебе заплатили 100 тысяч деньги, ты должен оказать услуг на 300. И тебе придет больше. Да, да. То есть, ты должен отдать больше, чем тебе платят. И тогда будет у тебя больше. Больше отдам, больше придет. Еще есть вот с этими растяжками, когда часы золотые, когда там сумку дорогую, на себя. Советскому человеку очень сложно тратить деньги на себя. Я могу дочери там купить что-то дорогое, а себе мне жалко. Да? Поэтому не дочери сумку, а себе там за 4 тысячи, да, там, не там, не нам там, вот машину, а мне купешку. Пусть там сзади сидят, там, неудобно там. Зато мне капец ништяк. То есть, должен быть какой-то определенный здоровый эгоизм в том, что ты зарабатываешь и тратишь на себя. Там тоже есть взаимоотношения между мужчиной и женщиной, первоначальное накопление капитала. Если мужчина зарабатывает, ты должна его же деньги вкладывать в него, на его развитие. Потом происходит обратное, когда он подпрыгивает, он должен тратить на тебя, чтобы тебя приподнять. Вот тогда ты должна уже тратить. Потому что есть женщина, которым говоришь, сходи там на спан, на тебе там 300 тысяч, она падает в оморок, я никуда не пойду. Ты что, с ума сошел, спа 300 штук. То есть, когда тебе мужчина, тебя мужчина сам начинает одаривать. Не когда ты с него ногами выпинываешь там, да, а сам, когда он тебе дает, иди трать. Тогда ты будешь подпрыгивать до его уровня. Но вначале ты его должна поднять. Как только он поднялся, он будет вкачивать в тебя. Если ты откажешься, он будет вкачивать в любовницу. Он все равно будет в кого-то вкачивать. У меня в этом плане жена гениальна. У меня постоянное ощущение, что у меня денег не хватает. Подстегивает. Подстегивает. Она все забирает. Я клянусь, она все забирает. То есть, я себе какой-то оставляю себе минимум, где я себя чувствую безопасности, но я постоянно, она мне говорит, нам не хватает еще вот столько там на вот это. Нам не хватает еще, не мне не хватает, а нам не хватает. И у меня ощущение, полное ощущение, что это моя цель становится. Она, скоро тренинг, как там. Вот, поэтому скачиваете сюда, а потом туда и подпрыгиваешь. И вот это миллион, чему я написал? Ты сливаешь вот это. Пропускная способность твоего головного мозга должна стать миллион. Если ты его не принимаешь, ты сливаешь 900 тысяч на всякую херню. Ты будешь раздавать братьям, сестрам, папе, маме. Ты будешь разные причины придумывать. Ты ударишь кого-нибудь машиной, твою машину зацепят. Затопишь соседей, соседи затопят тебя и будет ровно чек 900 тысяч. Ровно будет. Почему? Потому что мозгу вот этот разрыв нужно, знаете, сколько времени? Шесть месяцев, чтобы привыкнуть. Шесть месяцев ты должен подряд зарабатывать миллион и через шесть месяцев мозг говорит, окей, я согласен. Замечали, вас повышают в должности, повышают зарплату, через три месяца тебя раз понизили. Было с кем-нибудь так? Это я не достойна. Я не достойна и тебя сливают. Ты ходишь, потому что такая вся этот, что правда миллион заплатить? И твою сумму раз и снизили. Это внутреннее непринятие. Знаете, сколько бизнесменов, которые приходят, говорят, мой доход там 30 миллионов в месяц, а ты на него смотришь, нету там 30 миллионов. Чувак, ты куда их деваешь? Мы начинаем, я думал сначала врут они. Потом начинаешь раскручивать, там знаете, какая схема? Вот такая фирма, которая зарабатывает 30-ку, еще 17 фирм, которые эту 30-ку тратят. Ну тратят, они все убыточные вот эти все. И они вот эти 30 тратят, а он как жил на 2000, так и живет. Знаете, сколько вот таких предпринимателей? Сегодня инструментально можно зарабатывать большие, ну относительно большие деньги. Через соцсети, через инстаграм, через чего-то можно наворачивать, 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 но у тебя будут через тебя деньги проходить, через тебя или через твою компанию, а как жил на две штуки, так и живешь. Потому что твой мост на 2000 долларов. В твой мост не влазит. И в Египте ты умрешь там, потому что счет будет не 2000, а 2100. это непринятие. И с такими людьми, знаете, что мы делаем? Это вообще вот предприниматели нравятся тем, кто, я ему говорю, закрой нахрен это все, то, что убыточное. Начал зарабатывать чуть-чуть выше среднего, нужна работа над собой, вот с этими дорогими вещами. Я над собой так издеваюсь один раз в полтора года. Вот я потратил там допустим тысячу долларов, там через полтора года в 15 раз дороже. запить на 10 штук. Вообще, это вот прикол, это знаете, с часами. Шесть раз я из бутика убегал с сумкой денег. Я приходил вот так, есть эта модель? Они говорят, этого цвета нет. Домой! Домой! Шесть раз! Шесть раз убегал, потом приехал этот, мы приехали в Дубай, короче, из самолета. Я почему-то всегда заходил в эти бутики вот с такими волосами грязными, да? И весь помятый. Мы пришли, короче, купили, потом пришли в номер, спрятал, короче, я их в этот сейф. И к нам должны были прийти там на личную сессию этот. А у меня жена, она по-английски говорит, а я не говорю. И за границей я без нее вообще как без рук, да? То есть, она там, ну и управляет там. и приходят там две арабки и начинаю с ними работать. И ее там корежи, там все этот. Знаете, что самое удивительное? У нее точно такие же часы, как у меня на руках, и еще шесть браслетов Булгарии на каждой руке. Чтобы вы понимали, Булгарии браслет один, шесть тысяч, что-то там вот этот. И короче, вот они шесть штук у нее, на двух руках по шесть штук. Я думаю, так, кто же это, бля, такие-то? А я спрятал все свои, чтобы никого не раздражать. И она, и в общем этот, и она говорит, и потом уже, когда все закончилось, она спрашивает, что это было? Я говорю, знаете, ну у вас зависти много, там вам там сделали, там в общем магию, или там что-то, короче, вас в общем снесли, вам позавидовали очень сильно. Она со слезами на глазах, вот такими слезами плачет. Чего нам завидовать? Мы же бедные. Тогда я понял, что мой потолок это чей-то пол. Просто пол. Это вот, и вот какие бы ты результаты бы не достигал, да, ничего крутого в этом нет. Но, после вот этих покупок дорогих вещей, через полгода включается эго. Ты начинаешь мерить всех сумками, или часами, или обувью, дорогая, недорогая, если дорогая, окей, если недорогая, сука, пидорасы все. О чем с вами разговаривать, челядь? Вот ты внутри начинаешь себя так ощущать. В этот момент начинает забирать. Вспоминайте, у кого были деньги и сейчас меньше, это твое эго. Потому что ты уже вот так ходишь, никого не видишь. Все, корона. Когда корона, тебя начинает жизнь пинать. Один поддых, второй поддых, третий раз поддых. И, знаете, обычно начинается, на дорогах подрезать начинают. Если ты не понял, потом ДТП. Если после ДТП до тебя, сука, не дошло, у тебя начинают уже забирать или здоровьем, или деньгами. Большими. Уже после которых хер встанешь. Ну вот тяжело вставать потом. Поэтому, мало того, вот видите, какой перекос. Мало того, поднять свой уровень нормы, надо еще удержать свою гордыню. Вот это вот очень сложно эго свое держать. Мерьте себя дорогими покупками, но не мерьте людей. Не оценивайте, потому что я когда вот в это начал все влазить, там бренды, не бренды, типа там лакшери, не лакшери, когда этот. Сначала я думал, что вот короче там как-то круто. Оказалось, самые богатые люди вообще никакие бренды не носят. У них бренд, знаете, где вот так поднимаешь вот тут где-то. Вообще ничего не видно нигде. И... А? Они дорогие вещи носят, но есть бренды дорогие, которые логотипов нету вообще. Они в подкладках логотипа. Не вот так написано, это у лохов так написано. Вот так написано, это кто только начал одеваться. Этот этап тоже надо пройти, это ничего страшного, да, но как бы это один из этапов. Если ты вдруг на себе начал там лейбы замечать, то пройдет. ты потом все выбросишь и пройдет. Я вас очень сильно прошу, сделайте там селфи, я не знаю, фотографии, мы еще сейчас общую сделаем. Поделитесь в соцсетях, ладно? Хэштег там Игорь Ким или там эмоциональная свобода, что-нибудь напишите. Эмоциональная свобода через нижнее подчеркивание, вот эмоциональное нижнее подчеркивание и свобода. Игорь Ким можете сплошняком просто написать, чтобы это помимо. Есть наблюдение, кто делится, благодарен, кто пишет, у них очень хороший результат. Игорь-то приехал, уехал, отработал, он многого не видит, не знает, а люди приходят, мне делятся, и говорят, я-то причем, это живот, он сделал, а кто зажимается, ну прям реально чувствуется разница. Есть тут человек, у которого с мамой очень хорошие отношения? С мамой? С мамой. У кого? А кто из вас не читал «Материнскую любовь» есть такие? Нет. Я не читала. Не читала? Я не читала. Ага. Опускайте руки. Смотрите, я по ощущениям, ладно, вот кто поднимал руки, скачайте ее в интернете или этот, у меня... Я в группу скину. Скидывай в группу. Книгу скину красного, я не скинула. У меня она, а мы там не понимаем. А, давай. Игорь-ка? А? Решетка? Хэштег в смысле или что? Нет. Нет, отметить хотят вас. Ваш аккаунт мастер торф. А, мастер... Так, у Игоря есть подарок. Вот это тебе. Вау, это я. Это... Это по ощущениям, по-моему, тебе надо. Спасибо большое. Благодарю. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Я не хотел лотерею, просто кому кажется надо, ну вот, вот так. А может, туда уходите? Круто. Отправляй, как есть. Материнская любовь и красная. В эту книгу я всем советую, у кого проблемы в отношениях, с мамой, там, где-то с женой или там с мужем, обязательно прочтите, потому что это, мне кажется, краеугольный камень вообще вот проблем в отношениях. А? Все? Давайте, пойдемте. Сюда пойдем. Поехали.